Алхимия слова. Введение. Ни у одной из моих книг не было столько приключений и столь длинной истории. Все началось четверть века назад, со скромной лекции. Введение написано автором в 1955 году ко второму изданию книги. Я был приглашен на один из литературных четвергов в Вильно и находился в затруднении, с чем бы туда поехать, потому что целиком был поглощен редактированием «Помментика» Варшавского. И у меня ничего подходящего не было под рукой. И вдруг меня осенила мысль рассказать на этом литературном вечере о труде писателя. Буквально осенило. Хорошо помню тот голубой осенний день, когда эта мысль захватила меня, и я начал с большим воодушевлением набрасывать на разрозненных листках план всей лекции и отдельные детали. Уже на следующий день я послал в Вильно свое согласие и сообщил тему. В Вильно я попал лишь в ноябре. Уже приближалась зима, и в бывшем базилианском монастыре около Остробрамских ворот под окнами завывал ветер. Тот самый ветер, который слышал Мицкевич в своей тюремной камере. Я тоже ночевал в этой келье среди воспоминаний и призраков. Даже освещения у меня не было иного, кроме свечки. Той недоброй свечи, которая тотчас погасла, едва я начал читать стихи из импровизации. Дискуссия после лекции убедила меня в том, насколько удачно я выбрал тему. Жадные к сведениям о труде писатели-слушатели требовали этих сведений больше, нежели я мог дать за время лекции. Они заставили меня своими вопросами расширить некоторые темы, затронуть новые. Это же самое в разных вариациях повторялось всякий раз, когда мне приходилось читать лекцию перед новой аудиторией. На обратной стороне текста появлялась масса заметок и записей разговоров со слушателями. У меня возникла мысль более широко разработать эту тему, поскольку ею интересовались очень многие. Но тему эту оттеснили другие работы, так что в конце концов могло показаться, что я обо всем позабыл, занявшись сначала своим олимпийским диском, а затем небом в огне. Вскоре я поймал себя на том, что непроизвольно делаю заметки о прочитанном или же записываю собственные наблюдения и соображения о труде писателя. В один прекрасный день я начал все это собирать, все эти разрозненные листки, старые конверты, обрывки бумаги, и складывать в специальную папку. За несколько лет папка сильно распухла, это было как раз перед самой войной. Она, разумеется, осталась у меня дома, когда я из него вышел в сентябре 1939 года, и вряд ли кого удивит, если я признаюсь, что в те минуты я и не думал ни о каких папках и бумагах. И только в горьком 1941 году мне подвернулась общая тетрадь, в которой я не спеша начал располагать и обрабатывать накопленный материал, уже совершенно определенно помышляя о книге. Мне еще не были ясны ее размеры, но я допускал, что напишу каких-нибудь 100-120 страниц. К первой черновой тетради прибавилась вторая, и я уже не расставался с ними во время своих странствий в годы оккупации. И они сохранились, а останься они в Варшаве разделили бы участь всех моих книг и рукописей. После войны алхимия слова совершила со мной путешествие по Швеции, Норвегии, Франции. Ни один час провела в Королевской библиотеке в Стокгольме и в Национальной библиотеке в Париже. Она росла буквально на глазах. По возвращении в Польшу она прошла своеобразную проверку. Используя эти записи, я прочел курс лекции в университете. Это был важный этап для будущей книги. В записях любой вопрос излагается сжато, иногда всего в нескольких словах. В лекции же он разрастался, обрастал деталями и подробностями. Они порождали новые вопросы. Для меня становилось ясно, чему следует посвятить больше внимания. К некоторым проблемам я возвращался в дискуссиях и на семинарах. Я уже давно расстался с черновиками. Работа была переписана на машинке. Сорт и формат бумаги для разных глав попадался разный, точно так же, как и форма букв. Все это будило воспоминания о странах, городах, улицах. То возникал Викбюхольм, пахнущий соснами и лавандой, то Сен-Мишель и осенние деревья Лексимбургского сада, а то и тихий заснеженный Люблин. И вдруг эти листки подхватил весенний ветер. По просьбе разных журналов я подготавливал отдельные фрагменты и поочередно их публиковал, давая каждому название, соответственно, закругляя его. Через год я уже не узнавал свою книгу. Ни один из первоначальных разделов не сохранил прежнюю композицию. Нередко один находил на другой, а иногда какая-нибудь прожорливая часть выедала внутренности раздела, с нею несвязанного и отдаленного от нее. Не обошлось без включения совершенно новых, ни то разделов, ни то глав, которые в первоначальном плане не были предусмотрены. Я не знал, что с этим делать. Велико было искушение, столь частое в моей писательской практике, сесть и все переписать заново. Но я не мог позволить себе такой роскошь. Книжка через два месяца должна была быть в типографии. Стояло лето, и кипа листков, большей частью состоявшая из газетных вырезок, выехала вместе со мной на каникулы. Небольшой меланхолический городок Устка запечатлелся у меня в памяти вереницей дней, проведенных над сшиванием разрозненных листков, алхимии слова. Здесь окончилось длинное странствование этой книги, и спустя несколько месяцев она вышла из печати. Книгу ждали новые приключения. Очень быстро распроданная, она вскоре сделалась библиографической редкостью, своего рода уникумом, если будет позволено отнести это почтенное прозвище к книге, жизнь которой исчислялась едва несколькими месяцами, а не столетиями. Вокруг нее окружили всевозможные анекдоты, полностью утолявшие авторское тщеславие. Иногда мне самому приходилось принимать участие в погоне за этим неуловимым и все более дорожавшим томом, именно в тех случаях, когда я должен был подарить его кому-нибудь, кто ни за что не хотел верить, что я не скряга и не сижу на ворохе авторских экземпляров. Положение писателя, который при жизни становится автором библиографической редкости, положение двусмысленное и неприятное. Я избегал книжных магазинов, где меня знали, чтобы не нарываться на вопросы, когда же выйдет новое издание «Алхимии слова». И точно так же испытывал страдания при одной мысли о читателях, которые меня будут атаковать после авторского вечера. Я отговаривался, что у меня нет времени, что я занят другими делами, что как только покончу с начатыми работами, тотчас же подумаю об «Алхимии», мои ответы чаще всего воспринимались как отговорки. Однако это была истинная правда. Одиссея, солнечные часы, Петрарка поочередно преграждали мне путь к «Алхимии». А она не выходила у меня из головы, и этим скорее превращалась в препятствие, нежели оказывала помощь. Время от времени я всовывал между ее страницами новый листок с заметками или наносил на поля нужные добавления, и тех и других набралось столько, что не могло быть и речи об отправке такого экземпляра в типографию. Все надо бы привести в порядок и отдать на перепечатку. Это оказалось возможным лишь нынешним летом, после того, как я закончил Петрарку. Алхимия слова опять разрослась. Нет главы, к которой не прибавилось бы несколько страниц. Появились совершенно новые части. И тем не менее я не думаю, чтобы книга уже достигла того предела, после чего ей остается вести спокойное существование законченного произведения. В ближайших переизданиях и даже еще раньше в корректурах я уже предвижу не одно место, где ровная череда предложений окажется нарушенной новой вставкой, уже притаившейся в моей записной книжке. В книгах вроде этой, собственно говоря, никогда не ставятся точки. В них всегда вносят новые наблюдения и размышления. На их широких полях всегда хочется записать новый факт или новую мысль. Тем более, когда речь идет о теме, расширяющейся одновременно с опытом автора и его преданностью собственному труду. Есть писатели, которые о своем труде не любят говорить, не выносят общество собратьев по перу, даже не читают книг. Однако большинство отнюдь не сторонится ни суждений о других писателях, ни личных признаний. Один высказывается в предисловии к своим сочинениям или в мемуарах, другой в критических статьях, эссе, фильетонах, где получают возможность ставить и решать проблемы писательского искусства на конкретных примерах. Даже от наиболее сдержанных можно выудить письмо или интервью, в которых они волей-неволей делают какие-то признания или поучают. При знании и поучении в алхимии слова некоторые читатели заметили больше, чем их там имеется на самом деле. Этим читателям угодно было увидеть, что сия книга, во-первых, повествование о моей собственной писательской работе, замаскированное примерами из практики других писателей, а во-вторых, попытка поучения литераторов, еще не владеющих тайнами ремесла. «Действительно, у меня некогда было такое намерение, но я собирался его осуществить совсем иным способом – создать институт под названием «Школа писательского искусства». Мой проект был встречен с удивлением, с раздражением, с неприязнью. Меня упрекали, будто я хочу основать приготовительную школу литературных гениев. И никто при этом не вспомнил, что введение в писательское искусство нужно не только будущим гением, но и многим другим, кому в своей профессии приходится сталкиваться со словом, хоть он никогда не станет писателем, ведь то, что я предлагал для литературы, уже издавна существует в других искусствах – для музыки – консерватории, для живописи и скульптуры – школы изобразительного искусства, и никому не придет в голову насмехаться над этими учебными заведениями». Алхимия слова не имеет никакой связи с тем давно забытым проектом, она не является ни замаскированным дневником, ни учебником писательского искусства. Ее цель – познакомить людей, общающихся с книгой, с процессом ее возникновения, с различными сторонами жизни и творчества писателя, о которых, может быть, никто и не задумается, беря в руки творения этого писателя. И, разумеется, не будучи исследователем явлений, к которым сам не имею отношения. Я вкладывал в трактуемую мною тему столько сердечного жара, сколько можно себе позволить, если говоришь о чем-то любимом, чему посвятил всю жизнь все мечты и заботы. Ян Парандовский. Призвание Как у истоков земледелия, мореходства, торговли, медицины, всех изобретений, ремесел и искусств есть своя мифология, точно так же есть она и у литературы, потому что человеческая мысль не осмеливалась приписать себе открытие всех явлений без участия сверхъестественных сил, а потому и литература некогда искала колыбель свою в мире богов и героев. Это соответствовало и необычайности творческого дара, и покрытому тайной давности искусству слова. Боги отверзали уста своим избранникам. Пророки упоминали об огненном камне, а Гесиот рассказывал, как музы учили его песням у подножья Геликона, где он пас отцовских овец. В нескольких эпиграммах мы читаем, как пчелы, божественные мелиссы, приносят мед на губы спящего Платона. В дальнейшем на смену этим образом пришли понятия Божьей милости, врожденного дара, призвания. Осененные свыше становятся пророками и апостолами. Книги Ветхого Завета принадлежат к высочайшим взлетам словесного искусства. Но никому, однако, не придет в голову, будто Исаия или Иеремия овладевали своим мастерством путем обдумывания писательских приемов, будто они выбрали себе форму выражения, предварительно тщательно взвесив, какое место в литературе эта форма сможет им обеспечить. Точно так же послания апостола Павла, проникновенные по своему стилю, ломающие традиции греческой литературы и отражающие упорную и яростную борьбу мысли с неподдающимся ей словом, мысли, которая должна быть выражена во что бы то ни стало, пусть даже ценой нарушения азов грамматики. Вот именно это принуждение, столь мощное, что его иначе не объяснишь, как только наитием, осененностью, велением Божиим, оно-то и есть истинный источник творчества, а само творчество только отблеск великой души. Какой же силой воздействия должна была обладать такая индивидуальность, когда с ее живым пламенем современники соприкасались непосредственно? В равной степени потрясающее сочинение мистиков, где слову надлежит выразить вещи, выражению, не поддающиеся, и где оно отдает себя на верную службу таким состоянием души, для каких оно не было создано и какие, собственно, могли бы обойтись и без него. Слово у мистиков выступает иногда в качестве свидетельства несовершенства человеческой натуры, не способны обойтись без слушателей и соучастников. Чары, проникнутые экстазом, восторгом, видениями, отливаются в словах, в которых жар души уже остыл. И единственным шансом для этого остывшего пламени остается соприкосновение с духовной средой, способной его раздуть вновь, иначе говоря, с родственной мистической душой. Но такого рода встречи столь же редки, как встреча двух звезд в необъятной вселенной. В повседневности остаются комментаторы, роющиеся в остывшем пепле. У религии человечества, нации, общества, идей, идеалов всегда есть свои апостолы, готовые отдать за них жизнь, выискивающие средства, как бы их поддержать, возвеличить, осветить. Естественным средством для этого является действие, деятельность. Слово же выступает как бы заменителем, а зачастую бывает и результатом отказа от действия. Если обстоятельства не позволяют апостольской душе встать во главе церкви или религиозной секты, получить власть над народом или какой-либо человеческой общностью, например, политической партией, единственным оружием тогда становится слово. Может быть, это некоторое злоупотребление величественным термином, но слово «апостольство» лучше всего определяет данную разновидность писательской деятельности. В последнем ряду таких обездоленных людей действия находятся старые государственные мужи или отставные генералы. Они пишут мемуары, брошюры, памфлеты, и те иной раз оказываются долговечнее деяний их авторов. Те, кто считают, будто писателем надо родиться, получили бы здесь материал для сомнений. Пророк, апостол, политический деятель, вождь не видят в писательстве ни своей главной цели, ни своего истинного призвания. Писательство оказывается одной из форм их деятельности, отнюдь не всегда полезной, нередко компрометирующей, иногда просто нежелательной. Писательство заменило им первоначальное призвание. Его поставили на службу идеи, общественному благу, науке, и случилось так, что перо, вместо того, чтобы закрепить победу идеала, за который оно боролось, добывало славу только самому себе. Вот, например, Жан-Жак Руссо. В исповеди он рассказывает о своих прогулках между Парижем и Венсенном, две мили, которые он имел обыкновение прерывать по дороге недолгим отдыхом, причем всегда имел при себе что-нибудь для чтения. Однажды я захватил с собой номер Меркюр де Франс и, перелистывая его на ходу, наткнулся на конкурсное задание-вопрос, предложенный Академией в Дижоне. Прогресс науки и искусства способствовал ухудшению или улучшению нравов. Едва прочитал я эти слова, как вдруг увидел иной мир и стал иным человеком. В Венсен я пришел в состоянии возбуждения близкого к безумию. Дидро это заметил, я сообщил ему причину, и он тут же уговорил меня изложить свои мысли на бумаге и принять участие в конкурсе. В другом месте исповеди Руссо добавляет несколько деталей. Если и существовало когда-нибудь нечто похожее на внезапное вдохновение, то это было состояние, в какое я впал, прочитав о конкурсе. Руссо говорит о том, как билось у него сердце, как потемнело в глазах, как закружилась голова, признается, что упал под одним из придорожных деревьев и пролежал там с полчаса в диком возбуждении, а когда снова поднялся на ноги, вся жилетка была мокрой от слез. В рассказах Дидро и Мармонтеля событие выглядело иначе. Дидро себе приписывает инициативу, импульс, толкнувший Жан-Жака на головокружительную стезю воинствующего вольнодумца. В этих рассказах Дидро явно ощущается большая доля желчи. Остается, однако, факт внезапного озарения и открытия своего пути. Истинный акт призвания. Хотя призвал его голос мысли, а не искусство. Руссо сделался с тех пор писателем, шел от темы к теме, поведал историю любви, живописал красоту природы, мелодичной прозой поверял тайны собственного сердца. Значит ли это, что эпизод с конкурсной темой был простой случайностью, совпадением? Никоим образом. То было зерно, брошенное в почву, взрыхленное годами мечтаний и первых проб. Правда, до той минуты он мечтал о славе композитора, но у него в папке уже лежали и нарцисс, маленькая комедия в прозе в стиле Морево и трагедия открытия нового света и пригоршня миниатюр в стихах. Такие же предпосылки стать писателем остаются невыясненными и неосуществленными у политиков и у вождей. «Анабасис» дневник военной кампании, но есть у ксенофонта и педагогический роман, прототип Эмиля Руссо, и воспоминания о Сократе, и исторические заметки. Наполеон, до того, как обессмертит свое перо в прокламациях и описаниях собственных походов, в молодости писывал чисто литературные произведения. Юлий Цезарь до того, как создать записки о Гальской войне, увлекался проблемами стилистики. Внезапное пробуждение писательских склонностей и способностей в человеке является неожиданным для него самого и долго им вынашивается. Одна и та же общественная, политическая и религиозная страсть может воодушевлять тысячи людей, но только один среди них, Станислав Ажиховский, недовольствуясь перепалками на всяческих сеймах и сеймиках, притворяет свои негодования, порывы, заботы, ненависть и надежды в великолепную золотой чеканке прозу. Превышает ли он остальных интеллектом, способностями? Несомненно. Но среди этих способностей есть одна, развитая, сильнее, чем другие, даже если она долго и не давала о себе знать. Способность почувствовать, сколько силы таится в слове и как эту силу можно сделать послушной. Есть разница между писателем, которого вдохновила идея, и писателем, призванным самим писательским инстинктом. Первый выбирает перо среди нескольких возможных орудий деятельности, и если оно было для него единственной возможностью, откладывает его, как только выполнит свою миссию. Для второго же творчество чаще всего прекращается вместе с жизнью. Как говорил Петрарко, «Я перестану писать, когда перестану жить». Это приводит иногда к столкновениям с обществом, становится причиной мучительных заблуждений и разочарований, порой даже трагедий или грустных фарсов, если блестящий в прошлом поэт вдруг начинает писать театральные пьесы, рассчитанные на дешевый успех. Примером же разумного самоотречения был Вальтер Скотт. «Уже давно», — говорит он, — «я перестал писать стихи. Некогда я одерживал победы в этом искусстве, и мне не хотелось бы дождаться времени, когда меня превзойдут здесь другие. Рассудок посоветовал мне свернуть паруса перед гением Байрона. И он открыл для себя новую сферу творчества, исторический роман, где не имел соперников. Нет более жестокого слова писателя, как то, что он кончился или пережил свое творчество. С той минуты он начинает дрожащей рукой разрушать свою былую славу. Сильные личности вовремя откладывали предательское перо. Мицкевич был поэтом всего лишь несколько лет, и они дали все, от баллад до пана Тадеуш. После этого он жил и действовал как политик, публицист, профессор университета и пророк, окончил свои дни солдатом. Но во всех этих своих воплощениях он всегда оставался поэтом, потому что поэтическое творчество состоит не из одних только стихов, им является и вся жизнь истинного поэта. Однако чаще всего происходит так, что писатель не в силах вовремя отказаться от своего дела и тешит себя заблуждением, будто добытое мастерство сможет заменить ему свежесть импульсов и яркость воображения. «Если кто-нибудь просит у меня новых стихов, а я их уже больше не пишу», признавался старый сюли прюдом, «я открываю ящик стола и вынимаю наугад первый попавшийся незаконченный отрывок. Тотчас же давнишние рифмы возвращают мне состояние духа, некогда их породившее. откликается молодость и прежние чувства согревают сердце, снова бьет иссякший родник». Был день, когда такой родник забил впервые. Самый прекрасный день в жизни каждого поэта. Удивительно, до чего трудно отыскать этот день в памяти, установить его точно по календарю. Редко кому удается воссоздать обстоятельства, при каких состоялось это посвящение в поэт. А между тем, рождение писателя великое, ошеломляющее событие. Могучее переживание, захватывающее как первую любовь, и иногда, особенно у поэтов, с нею связанное. Поэзия нисходит на душу, как весна. Мир внезапно предстает обновленным, голубым. Поэты расцветают рано, иногда до 30-летнего возраста они дают все, что могли дать, как, например, Шелли, умерший 30 лет. Байрон, будучи чуть старше, а Рэмбо перестал творить, выйдя из отроческого возраста. Огромная работа Словацкого вся вместилась в 40-летней жизни чахоточного больного. Не перешагнул 40 лет и Лукреций, примечательный еще и тем, что создал философскую поэму, насытив ее своей страстной безумной молодостью. Молодыми угасли Яницкий, Сэмп, Шажинский, 22 года было Кернеру, когда он пал на поле битвы, 27 Лермонтову, когда он погиб на дуэли. Сотнями исчисляется перечень поэтических душ, сгоревших в ярком пламени поэзии. Поэзия открывается в том периоде жизни, когда чувства еще свежи, очарование миром всего сильнее, когда все представляется новым и необычайным. Молодость субъективно лирично. Она игнорирует существование других индивидов, считает мир своей ни с кем не разделенной собственностью. Иное дело проза. Она требует зрелости. Недостаточно воздыханий, восторгов, метафор. Надо вникнуть в жизнь, научиться многому и прежде всего самому искусству прозы. Если не принимать в расчет несколько наивных концепций Гердера, нет ни одной маломальски серьезной гипотезы о том, будто бы вначале человечество разговаривало стихами. И тем не менее история каждой литературы начинается не с прозы, а с поэзии. Ибо то, что первым возвысилось над обиходной речью, было стихом, и часто он уже достигал совершенства задолго до того, как были сложены первые несмелые фразы художественной прозы. Ее тонкий механизм вырабатывался очень медленно, и один и тот же процесс созревания прозы, разумеется, в довольно сжатом виде, повторяется у всех писателей. Почти все, как бы для подтверждения законов эволюции, начинают со стихов, иногда долго не осознают своего истинного призвания, и прежде чем посвятить себя всецело прозе, выпускают томики стихов, каких позже стыдятся. Ну и здесь, как и повсюду, существуют поразительные исключения. Анатоль Франц не отрекся от молодости, проведенной на Парнасе. Некоторые одинаково служат поэзии и прозе, как Поль Валерий, до какой-то степени Жюль Ромен, время от времени заявляющие о себе стихами, и у нас в Польше Ивашкевич. Говоря о поэзии как о подарке весны жизни, не будем забывать и о поэзии, принадлежащей зрелому возрасту. Зрелый возраст пора философской лирики, драмы, эпоса. Последний, то есть эпос, очень редко бывает плодом творчества в молодые годы. Данте не мог бы написать божественную комедию в период создания своих канцон и сонетов. Пан Тадеуш не мог бы возникнуть в период баллад. Таким творением отдается жизнь, знание мира, размышления, зрелая и отстоявшаяся культура интеллект. Подобным же образом постепенно находят свой истинный путь мастера прозы. Стендалю было уже за 30, когда он дебютировал жалким плагиатом о Гайдне. Жозеф Конрад начал писать на 38 году жизни. Бернард Шоу лишь в возрасте 40 лет отважился на свою первую комедию. Кнут Гамсон прошел через многие превратности судьбы, прежде чем голод принес ему кусок хлеба. Редким исключением был только Томас Манн, написавший Буденброков в возрасте 25 лет. Дневники Жеромского являются волнующим повествованием о пробуждении и становлении писателя, начиная с ранней молодости, в жесточайших условиях, в голоде и холоде, среди лишений и разочарований. Пожалуй, трудно найти в литературе другой такой документ, столь полно запечатлевающий череду дней и часов и написанный с такой искренностью. Нигде, как здесь, не найти упорной героической борьбы, какую молодой человек, поглощенный своим призванием, ведет наперекор всему и всем, помышляя лишь о писательском труде и о славе, созидая свой собственный мир, добывая нужные ему знания, отказываясь от обеда ради театра или выставки картин, которые он позже в своей ледяной коморке опишет окоченевшими от холода пальцами. Он, для кого искусство важнее хлеба. Что же за сила, что за непреодолимый импульс приводит писателя к его профессии? В поисках источников такого импульса нужно обратиться к одной из черт человеческой натуры, присущей всем людям. Это крайне необходимо сделать, ибо не следует творцов, владеющих искусством слова, выделять из общей массы, как какие-то особенные явления, редкие феномены или психологические ребусы. Этой чертой, присущей всем людям, является потребность выразить в слове всякое явление жизни и тесно связанную с этим потребность выразить самого себя. Она почти физиологична, а ослабление или полное исчезновение ее, что случается лишь у очень редких индивидов, противоречит самой человеческой природе. Люди малоразговорчивые или молчаливые вызывают беспокойство или смех, смех, как разновидность беспокойства в форме самообороны. Все люди по природе своей болтливы, разговаривают неустанно о своей работе, о том, что делается на белом свете, о своих близких, а больше всего о самих себе. Рассказать о себе другим — это значит выбраться из самого себя, разорвать хотя бы на краткий миг путы собственного бытия, избавиться от мучительного одиночества, в котором мы от колыбели до могилы пребываем среди наших восприятий, мыслей, слов, страданий, радостей, снов, опасений, надежд, поделиться наконец с другими своей удивительностью. Да, удивительностью, ибо все люди удивительны, все переживают поразительные приключения, в каждой душе мир преломляется в тысячецветных радугах чудесного блеска. Каждый, по крайней мере в определенные моменты, отдает себе в этом отчет, но у большинства не хватает отваги признаться в этом даже себе. Люди в огромном их большинстве существа робкие. Иногда нужны очень сильные потрясения, мучительные или радостные, чтобы сорвать с их уст печать молчания. И тогда даже с уст самых неразговорчивых падают слова откровений. Излияние, признание, исповеди, задушевные беседы вот наиболее обычные их формы. Значительно реже дневники или мемуары, которые писались втайне, и как человеческий документ они слабее, потому что нанесение слов на бумагу лишает мысли, не привыкшие к такого рода усилиям, непосредственности, а литературный шаблон иногда их окончательно обесценивает. Но эти личные записи уже являются литературным произведением в зачатке и, может быть, писались с затаенной надеждой, что у них окажется читатель, пусть даже нежелательный. Такое предположение никогда не чуждо пишущему. Опубликованные до войны воспоминания крестьян, рабочих, эмигрантов предоставили прямо-таки сенсационный материал, показав сколько тоски, неудовлетворенных стремлений, а иногда и недюжинных писательских дарований дремлет в обычной людской массе. Если стимулы к выявлению этого богатства мыслей, чувств, плодов жизненного опыта долго оказывались слишком слабыми, то достаточно было грозных и потрясающих событий, чтобы пробудить импульс к творчеству. Именно так произошло в послевоенные годы. Жестокость и ужас войны вынудили людей во многих странах взяться за перо и описать пережитое. Кто прошел сквозь ад, не мог уже вновь замкнуться в обычном кругу молчания. Даже дети и те брались за перо, как это сделала 14-летняя Анна Франк, чей потрясающий дневник о годах ужасов Голландии, переведен на многие языки, обошел весь мир и свидетельствует о большом писательском таланте девочки. У нас в Польше жалкие тетрадочки, в которых маленький Давид Рубинович старательно записывал хронику страшных дней оккупации, явились еще более потрясающим свидетельством и как бы стали голосом миллионов затоптанных в немое забвение. Писатель воплощает всеобщее стремление, выражает себя и свой мир, и в этом он подчиняется природному импульсу человеческой натуры, а вместе с тем как бы становится выразителем тех, кто не может и не умеет высказаться сам. Кто много пережил, скажет, как популярный современный американский писатель Эрскин Колдуэлл. Я пишу потому, что видел людей и вещи, о которых мне хочется рассказать. Я даже думаю, что обязан об этом рассказать. Миллионы читателей утвердили его в правильности этих убеждений, которые может статься читатели будущих поколений и не захотят разделить. Но проходящие через всю историю литературы трепет и восторг сигнализируют о тех особенных мгновениях, когда люди в слове писателя находят себя, находят в этом слове свои собственные мысли, выразить которые они сами не сумели бы. В большей или в меньшей степени это относится к каждому литературному произведению, будь то даже стишки в воскресном номере газеты. Иногда создается впечатление, будто весь мир поддерживает писателя в его призвании, прося вымолвить слово, которое увековечит и вещи, и людей. Литература предназначена для задержания времени в его всеуничтожающем беге. Это она запечатлевает в вечном настоящем все, что когда-либо происходило. Тадеуш все еще глядит на покачивающуюся калитку сада, все еще длится в стихе Гете минута вечерней тишины, карета, везущая мадам Бавари, будет греметь по улицам Руана, пока существует творение Флобера, и подобным же образом выполняют свое дело скромные предметы обладанием, которыми не может похвалиться ни один музей в мире. Замки и задвижки из Одиссеи, воспроизведенные с такой вдохновенной точностью, словно поэт и впрямь чувствовал себя обязанным обеспечить им бессмертие. Склонность к самовысказыванию, свойственная всем людям, у писателя обретает особую силу, кажется, что она является необходимым приложением к его жизни, и как бы усиливает ее. Стремление увековечить явление в какой-то миг увенчивается небывалым триумфом, создаются новые ценности. Вовсе не обязательно, чтобы такой новой ценностью оказались новая философская концепция, ценные научные открытия, ведущая идея, ею может быть любая строка стихотворения, любая фраза прозы, отражающая любой сколок действительности. Конечно, богаче и ярче это проявится в творениях фантазии, где мир преображается и подчиняется иным законам, приближающим его к той гармонии, о которой мечтает человечество, или в образах, выражающих истинный смысл человеческого бытия, истинную его форму, незамечаемые и непонимаемые в круговороте жизни. Именно в этом столько писателей усматривало повод для законной гордости. Поэт — вот единственный настоящий человек — Шиллер. Этот повод позволял гуманистам XV века говорить о святости писательского труда. Расширяя человеческую душу приобщением ее к безграничному миру фантазии и стряхивая с образа мира пыль повседневности, писатель поднимает остальных людей на более высокую ступень человечности. Писатель не только причастен к вселюдской потребности высказываться, но и значительно расширяет ее, имея то особое преимущество, что своим творчеством может освободить себя от глубочайших страданий, от самых мучительных мыслей. Я привык, признается Гете, притворять в образы, в поэзию все, что меня радует, печалит и мучит. Все мои произведения — фрагменты одной большой исповеди. Несомненно, Гете не считал себя исключением. Его пример — иллюстрация к вечному общему правилу. Трудно найти произведение искусства, которое было бы совершенно свободно от личных признаний автора. И писателю, чтобы говорить о себе, вовсе не требуется прибегать к форме исповеди или дневника. Он это делает устами своего вымышленного персонажа, иногда на первый взгляд столь на него не похожего, что он сможет обмануть не только обыкновенного читателя, но и исследователя, кому известны все тайны биографии автора. Понадобилось немало прозорливости, чтобы, как это сделал Гонзак Труц, доказать, что трагедии Россина представляют собой не что иное, как вереницу актов одной огромной трагедии внутренней жизни их автора. Как и всякая исповедь, литературная исповедь снимает тяжесть с души человека, освобождает его от терзаний, от навязчивых чувств или мыслей. Любовное разочарование ввергло Гёте в состояние глубокой депрессии. Он помышлял о самоубийстве. Я преодолел эти мрачные настроения и решил жить. Но для того, чтобы жить спокойно, я должен был написать произведение, где выразил бы все чувства, мечтания и мысли того важного периода моей жизни. Так возник Вертер. Доверить слову застывшую горечь, сожаление, тревоги, раздражение, гнев, значит внутренне очиститься. Иногда это единственный выход, рефлекс самообороны от смерти или безумия. Слово, молочный брат мечты, открывает калитку, через которую в любую минуту можно выбраться на свободу. И до чего же легко убежать от скучного времени, унылого пейзажа, от нестерпимых условий быта, наконец, от самого себя, от этого навязчивого, надоевшего существа, от которого нам не избавиться до самой смерти. Вспомним стихи Рюккерта, еще сильнее впечатляющие в переложении на музыку Шумана, «Крыльев», чтобы воспарить над горами, долами, над жизнью и смертью, над всем. Добрую часть литературы можно объяснить духом бегства. Это он манит в далекие экзотические края не только авторов приключенческих романов, но и поэтов, на которых внезапно нисходят чары Востока, как это случилось в эпоху романтизма. Это он указует путь историческим произведениям, он вводит в эпос, где мечтателю скитальцу обеспечено пристанище на долгий срок. Мицкевич в эпилоге к пану Тадеушу прямо говорит о бегстве отдавящей на него среды. Еще откровение Пиранделло «Я пишу, чтобы освободиться от жизни. Если у меня нет замысла для пьесы или романа, я чувствую себя так, словно сам Господь Бог отрекся от меня». Подобные признания и даже более красноречивые можно встретить у многих писателей. Те, кто таких признаний не сделал, вовсе не служат доказательством, будто подобные чувства им не знакомы. Что же это был бы за писатель, которому оказалось бы чуждо наслаждение освободиться от себя, раствориться и жить жизнью, созданной своей фантазией, жить в выражающих ее словах. Поиски чего-то иного, далекого, во времени, в пространстве, в ландшафте, в обычаях, в верованиях и чувствах, все это бывало непреодолимой потребностью иногда для целых эпох, и дух бегства обрекал на эмиграцию ни одно поколение. Такое бегство не обязательно направлено к чему-то блестящему, изысканному, пышному. Оно может выбрать себе и совершенно иное направление. Среди чрезмерно изысканного образа жизни, с ультра рафинированной культурой салонов, люди начинают испытывать потребности в вещах и людях простых и грубых. Петроний с его сатириконом, полным толстокожих выскочек, наглых жуликов, вульгарных сводников. Вот, если не самый древний, то, во всяком случае, хорошо нам знакомый пример из античной литературы. Люди же XVIII века совершали воображаемые путешествия в поисках доброго дикаря, который бы своей простотой и наивностью дал им отдохнуть от изящных манер и этикет. В иных случаях присыщение городом влекло в деревню, появлялась тоска по сельской идиллии. То же самое явление наблюдается и в других областях искусства. Однажды мне пришлось посетить выставку американской живописи. Очень странную выставку. Были там на картинах ветряные мельницы в чистом поле, покосившиеся от старости халупы, мостики, перекинутые через лесные ручьи, рыбаки, задумавшиеся над своими удочками. Ни за что нельзя было догадаться по этим картинам и рисункам, что привезли их из страны небоскребов, огромных фабрик, гигантских мостов. С духом бегства близко связано чувство собственного несовершенства, в котором Вовенарк усматривал один из главных, если не единственный стимул к писательскому творчеству. Насколько мне известно, никто из тех, кто признает существование чувства собственной неполноценности, на Вовенарка не ссылался и поступал вполне правильно, потому что определение, данное этим писателем, гораздо тоньше фрейдовского понятия. Не чувствовали себя зависимыми от французского мыслителя и те, кто видел в творчестве лишь необходимость компенсации. А именно так следовало бы перевести мысль Вовенарка на современный язык. Итак, творчество должно было компенсировать незнатное происхождение, удары судьбы, материальную необеспеченность. Создается вымышленный мир, потому что мир действительный превратил человека в существо убогое и разочарованное. И действительно, литература полна тертеев, прячущих свое безобразие под лаврами героической песни. Полна она и нищих, которые, дрожа от холода в своих мансардах, возводили из слов дворцы и замки. И немало есть, к сожалению, снобов, стыдящихся своего честного плебейского происхождения в толпе графов и маркизов, которыми они наводняют свои книги. Ницше свою ничтожную личность воплотил в фикции сверхчеловека. Литература лишилась бы многих своих выдающихся представителей, если бы те получили возможность проявить себя в качестве полководцев, политиков или хотя бы светских людей. Герцог де Сен-Симон, прославившийся своими мемуарами, служит превосходным примером человека, который искал справедливости и власти в слове. Возвращаясь с дворцовых приемов, раздраженный и озлобленный, он размашистым почерком на листах большого формата совсем как король судил министров и послов, выявляя низкие мотивы их поступков, изобличая придворные интриги. Предсказывал неудачи и падения сильных мира сего, мстил и награждал. А отложив перо, снова входил в свою роль верноподданного и снова терпеливо, с кроткой улыбкой, сносил надменность Людовика XVI, наглость бастардов и подлость их клевретов. Ламартин с горечью говорит в своих мемуарах, что, будучи рожден государственным мужем, он стал вместо этого поэтом. И подобных им легион. Лишенные возможности действовать, они предавались мечтаниям, создавали философские системы утопии, точно так же, как, не имея данных для успеха в любви, обольщали и добивались красивых женщин в стихах или в прозе с помощью своих вымышленных героев. «В творчестве я щедро наделял себя всем, чего мне недоставало в жизни», — с редкой откровенностью признавался Шотобриан, а ведь он мог сойти за балование фортуны. Стендаль же являет собой блистательный пример такого реванша. Матильда его обманула. Зато Люсьен Левен женится на мадам Шотель. Мадам Пьетра Груа ему изменила. Зато герцогиня Сан-Северина сходит с ума по Фабрицо. В романах Стендале происходит великий праздник сбора винограда любви, компенсация за кислый виноград личных любовных неудач писателя. Сенкевич обладавший несмотря на хрупкое здоровье военной и охотничьей жилкой восхищался физической силой и искусством владения шпагой. С каким упоением наделял он своих героев тем, чего ему самому недоставало и о чем он тосковал в своих мрачных четырех стенах. Поэтому Сбышко выжимает сок из сломанного сука, Скшесуцкий разносит в щепы двери Чеплинских, Повало и Стачева по рассеянности скручивает тесак в трубку, даже изнеженный Петроний оказался способным сжать в одной руке словно стальными клещами обе руки Вениция. Это вместо Сенкевича, вместо господина с бородкой отчаянно бился Кмитцец. Это его представлял пан Володеевский. Одного может быть с ним роста, если судить по рисунку Яцка Мальчевского. Перенестись в вымышленную жизнь, преобразить свое собственное жалкое тело и невеселые семейные отношения в свежую красоту, в существование приятное и яркое, свои положительные качества довести до степени идеала, а собственными недостатками наделить персонажей, обреченных на неуспех или наоборот, недостатком придать блеск добродетели, пусть даже зловещий блеск. Все ухищрения подобного рода, встречающиеся в тысячах вариантов, направлены на то, чтобы отнять у судьбы замкнувший нас в раз навсегда установленных границах и в трудно поддающихся изменению условиях хотя бы частицу ее власти над нами. Это стимул огромной силы. По силе он не уступает многим иным страстям, а нередко даже могущественнее их. Оба эти стимула, бегство и компенсация, получают более глубокое истолкование и более убедительную мотивировку, если вспомнить о чувстве независимости, о котором пишет Бекон Веруламский. Стремление к независимости — одна из самых благородных черт человеческой натуры. Живой пламень, зажигающий революции, светочь на пути прогресса и свободы. Стремление к независимости заставляет человека нарушать обычный ход вещей, предопределяет судьбу сильных личностей, рождает авантюристов и пионеров, заставляет человека пускать корни на дотоле пустых и неисследованных пространствах всех континентов. Искусство наделяет творцов властью, которой могли бы позавидовать владыки земли, если бы обладали достаточной долей воображения. Перо становится волшебной палочкой, извлекающей из хаоса явлений действительности новый неведомый мир. Вместе с тем оно оказывается скипетром, которому этот созданный мир подчиняется беспрекословно. Не только Гомер, когда он могущественнее царя царей, выводил нас команды рахейцев и троянцев, не только Данте, когда он, творя свой загробный мир, присваивал себе право решать судьбы душ умерших, но и самый скромный романист или драматург, даже в таких случаях, где он, как писатель-реалист, не ставит иной цели лишь только верно воспроизвести подсмотренную им частицу повседневной жизни, каждый творец, сознательно или бессознательно, сильнее или слабее, упивается ничем не ограничиваемой властью над людьми и природой. И не стоит насмехаться над наивностью иных читателей, заклинающих в своих письмах авторов сохранить жизнь героям в тех случаях, когда в очередном отрывке печатающегося в газете или журнале романа появляются намеки на то, что этим персонажем угрожает гибель. Именно такие читатели и подтверждают власть писателя, в которой мы усматриваем один из главных стимулов творчества. В своем произведении автор обретает страну совершенной свободы. В некоторые эпохи она оказывается единственной. Какой же монарх может сравниться с Шекспиром? Где найти королевство могущественнее того, которое создал скромный человек из Статфорда? А разве Бальзак не сотворил собственного государства? У него есть министры, чиновники всех рангов и категорий, генералы, банкиры, распоряжающиеся финансами Европы, коммерсанты от крупных оптовиков до мелких лавочников, священнослужители, врачи, светские щеголи, франты, художники, скульпторы, поэты, собственная пресса, обслуживаемая способными и ловкими журналистами, родовитое и молодое дворянство, мещане, крестьяне, люди честные и мошенники, дамы добродетельные и куртизанки. Бальзак правил этим государством, раздавал назначения и увольнял в отставку, сколачивал состояние, основывал общество, накапливал капитал, учитывал рождаемость и смертность, заключал браки, даже менял ландшафт, воздвигая дома, прокладывая новые улицы, перекидывая через реки мосты, насаждая сады, и в этом своем государстве он жил более полной жизнью, нежели в том, где правил Луи Филипп. Писатели, черпающие материал из истории, обладают необычной способностью вводить в общество достоверных исторических личностей своих героев, придуманных ими самими, и читатели верят, что памятные исторические события были связаны именно с этими пришельцами из мира авторской фантазии. Но и исторические личности, существовавшие в действительности под пером художника изменяются до неузнаваемости, и иногда такими и остаются в представлении читателей. Подобные метаморфозе подверг Шекспир настоящего Макбета, добродетельного короля, совершавшего паломничество в Рим и отделявшего милостыней бедняков. Перо по существу своему является великолепным скипетром, и тот, кому суждено стать писателем, уже с самых юных лет носят в себе пусть еще неосознанное, но дремлющее чувство, что он наделен королевской властью над словом. Вот голос пятнадцатилетнего Флобера, срывающийся до детского пафоса. Отдадимся искусству, ибо оно более великое, чем народы, короли и короны, царит в наших восторженных сердцах, увенчанное божественной диадемой. Может показаться странным и даже несообразным, что я, говоря о стимулах в литературном творчестве, не привел ни одного из тех выразительных лозунгов, которыми гордятся писатели всех времен. Но идеалы, религиозные, национальные и общественные, я нашел у тех, кого называю апостолами, и исключил их из анализа творческих импульсов настоящих художников слова. А ведь последние тоже могут служить различным идеалам, могут претендовать на власть над душами, но все это происходит значительно позже, далеко от начала их творческого пути. Среди первых произведений Мицкевича нет патриотических стихов, ни оды к молодости, ни даже песни филаретов, зато есть городская зима, искусственный набор литературных шарат, где единственной целью автора было дать ряд образов в словах, а единственным его удовольствием продемонстрировать свою юношескую виртуозность. Рожденный художником, он с воодушевлением отдается шлифовке сонетов. И нет здесь ни малейшего намека на то, что из него со временем получится великий национальный поэт. То же самое было в молодые годы и с Сенкевичем, когда он писал новеллы, этюды, сентиментальные воспоминания, все то, от чего он откажется, когда придет к убеждению, что настала пора ударить в великий колокол идеи. За исключением сторонников искусства для искусства, за которых нынче никто не хочет себя признавать, писатели всегда были готовы к какой-то миссии, иногда позволяли себя убедить, что таковая существует, или же покорно принимали ее на себя под давлением общественного мнения. Потому что очень редко предоставлялась литературе возможность существовать независимо от исповеданий морали науки. Поддаваясь этим постулатам, писатели сами в них верили. Я напряг все свое остроумие, весь юмор, чтобы, высмеивая в этом романе человеческую глупость и человеческие слабости, помочь людям избавиться от их недостатков, пишет Филдинг в предисловии к Тому Джонсу. И схожие с этим заявления довольно часто повторяются во все периоды литературы, которые очень трудно отважатся быть только искусством для искусства. Естественное развитие творческих сил, приобретаемый жизненный опыт расширения интеллектуальных интересов, зрелость чувств способствует тому, что мы называем формированием писателя, и что рано или поздно заставит его обратить внимание на проблемы, о которых он и не помышлял, когда в молодости впервые брался за перо. Оказывают влияние и различные эмоциональные порывы, например, такие возвышенные, как болезненная любовь к отчизне, или такие низменные, но отнюдь не менее сильные, как гнев, ненависть, месть. Все они имеют своих представителей в литературе, и не только среди посредственных писателей. «Мой Аполлон — это гнев», признается Жан-Жак Руссо. И можно сказать без преувеличения, что Тацит писал свои анналы с целью отомстить за все унижения, каким подверг его деспотизм. И все же Тацит не приминул написать во вступлении знаменитые слова «Сина Ира Эд Студио», которыми ему удалось ввести в заблуждение многих, поверивших Буттоне в самом деле писал без гнева и без страсти. Еще сильнее и еще чаще дают себя чувствовать соперничество и тщеславие, желание сравняться с другими или быть лучше их, стремление занять более высокое место в мире слова и мысли или же потребность вырваться из-под наклеенного ярлыка, как то было с Конрадом, впадавшим в ярость, когда его называли «певцом моря» и постоянно старавшимся разорвать этот зачарованный круг своего вдохновения. Реймонд под впечатлением трилогии Сенкевича начал усиленно творить сам и, может быть, на этом пути нашел тему для своих мужиков. И если у крупных писателей такой дух соперничества обычно приводит к триумфам и открывает неизвестные до сих пор им самим возможности, то дарование более скромное нередко платится мучительным поражением и даже катастрофами в неравной борьбе с темой превосходящей их силы. Не следует также недооценивать и таких, на первый взгляд, малосущественных чувств, как простое удовольствие, приятность. Они определяют не только те ранние периоды творчества писателя, когда он впервые, склоняясь над листом бумаги, пьянеет от слов, но и они же вкладывают писателю перо в руки и в более поздние периоды. И это случается чаще, чем можно предположить. Сколько раз бывало, особенно у поэтов, что слово рождалось как песнь из одной только радости от полноты жизненных сил. Наконец, нельзя умолчать и о внешних стимулах, которые, может быть, никого и не сделают писателем, но наверняка смогут раздуть дремлющую искру. Бывали эпохи, когда этому способствовала мода. Она заставляла людей определенного класса или занимающих определенное общественное положение, заниматься литературным творчеством. Здесь можно было достичь той же самой степени совершенства, что и на других общественно признанных поприщах. Но можно было и перейти силой своего таланта к границе моды. Иного рода стимулы породила коммерция, привнесенная начиная с XIX века в литературную жизнь. В богатых обществах некоторые писатели наживали целые состояния, что не могло уйти от внимания людей предприимчивых и ловких. По правде говоря, не встречалось еще примера, чтобы таким путем в литературу вошел великий художник. Но зато она кишит оборотливыми спекулянтами, фабрикантами слов, и нередко широкая публика проявляет к ним доверие, которого они никак не заслуживают. Существует даже биржа литературного ремесла. Например, в отделе объявлений американского журнала The Writer «Писатель», где есть спрос и предложения на романы и на драмы, идиллии и сонеты, стихи, рифмованные и белые, на темы, объемлющие все, от весенних облаков до фабричных отходов, от садизма до святости. Самое возмутительное в этом журнале его название. Словом, писатель в настоящее время сильно злоупотребляют. Еще совсем недавно проявляли больше осмотрительности и скромно соблюдали разницу между писателем и литератором. Первый был как бы посвященным рыцарем, второй всего-навсего оруженосцем. Литератору было позволено лелеять надежду, что в один прекрасный день и он заслужит почетное имя писателя, которые затем будут по возрастающей шкале характеризовать прилагательные известный, популярный, крупный, значительный, великий. Воспринималось как бы бахвальство, если кто-нибудь особенно из молодых выдавал себя за писателя. Этим он как бы заявлял, что уже прочно вошел в литературу, занял в ней определенное место. Потому гораздо благороднее было довольствоваться званием литератора. Оно всего лишь определяло профессию, а заявлять о своей принадлежности к определенной профессии тут ничего нескромного нет. В настоящее же время почти все, кто пишет, такой скромности не проявляют и совершенно напрасно. Не всякий, кто пишет и публикует написанное, является писателем. Не говоря уже о графоманах, даже многие авторы полезных книг, будь то поэмы, драмы, романы, никогда не войдут в литературу. Лишь самые начальные стадии письменности настолько либеральны, что принимают всех, даже скромнейших тружеников слова. Прилежный рифмоплет имеет тогда такие же шансы на бессмертие, как и настоящий поэт, если его голос звучит в пустоте немого столетия. В ходе истории проявляется все большая строгость. Это очень хорошо выразил в своем словаре Вольтер, заявив, тот, кто не читал ничего, кроме романов, и сам ничего, кроме романов, не написал, кто без всякого искусства кое-как состряпал одну-две пьесы или, не обладая никакими знаниями, склеил несколько проповедей, тот никогда не войдет в литературу. Вольтер употребил выражение «люди литературы», то есть «литераторы». В наше время это определение получило профессиональный смысл. Если бы постулат Вольтера ввести в статут «Общество литераторов», эта почтенная организация сразу же лишилась бы большинства входящих в ее состав членов. Вполне будничным и обыкновенным стало слово «автор». И никому даже в голову не приходит, что «автор» это самый почетный титул писателя. Латинское слово «ауктор» происходит от глагола «аугере» «увеличивать», «умножать». Этим именем венчали победоносных военачальников, кто своими завоеваниями расширял границы государства. Таким образом, звание «автор» заслуживал бы лишь тот писатель, кто по-настоящему умножал духовные богатства народа, завоевывал для него новые области в сфере прекрасного. Но уже издавна этим потрепанным титулом величают даже составителей сонников. Римляне различали четыре рода артификум художников слова, ораторов, поэтов, философов, историков. Такое разделение сохранялось веками. И только в последних поколениях область литературы в узком смысле свелась к тому, что англичане называют фикшн, вымысел. В трудах, посвященных истории литературы, кроме поэзии, драмы и романа, а прозе небилетристического характера, встречаются лишь скупые упоминания, а учебники литературы не делают даже и этого. Рецензенты готовы каждой театральной несуразице в форме пьесы или непосредственно небылице в форме романа, посвятить максимум внимания и длиннейшие критические статьи, но при этом они даже по имени не знают авторов эссе, философов, историков, чей ум, эрудиция, стиль должны были бы обеспечить им внимание и уважение в царстве литературы. Не будем в этой книге забывать, что ораторское искусство гордится именами Демосфена и Цицерона, Боссюэ и Скарги, что в нем, в ораторском искусстве, кристаллизовался культ прекрасного слова, что оно первое и наиболее всестороннее этим словом занялось, вырабатывая как общие принципы стиля, так и его особые приемы, что именно ораторскому искусству обязана художественная проза почти всей своей красотой, огромным запасом фразеологии в разнообразнейших оборотах, концептах, сравнениях, передающихся по наследству со времен далекой древности и до сегодняшнего дня, множеством замыслов в области тем, ситуаций, мотивов, вокруг которых неизменно кружатся перья драматургов и романистов, что, наконец, сама поэзия, священнейшее искусство поэзии, многим обязана своей сестре красноречию. Прежде чем стихи привыкли к равному числу слогов в строке, прежде чем они расцветились рифмами, и то, и другое уже было достигнуто гармонией изысканного красноречия. Правда, ныне трудно это все себе представить, когда слушаешь современных ораторов. Философия и история вышли из круга художественной литературы. Следуя примеру других наук, в первую очередь точных, они считают, что достаточно лишь четко и ясно выразить мысль, сделать ее доступной для понимания других или, как говорили в средние века, писать отчетливо и ясно, что, впрочем, для многих в настоящее время является недосягаемым идеалом. Однако были времена, когда философы прибегали к гомеровскому гигзаметру, и он праздновал триумфы под пером Ксенофана и Эмпедокла, когда Лукреций стихом, словно отлитым из бронзы, излагал учения Эпикура. Платон сделался выдающимся мастером диалога и одним из величайших мастеров прозы. Бекона Веруламского, Декарта, Лейбница, Шопенгауэра, Бергсона не упрекали в легкомыслии за то, что композиции своих фраз они уделяли не меньше внимания, чем построению своих философских систем. Ученый Кушу изучил и обработал рукписи Паскаля. Он описал, как перо философа боролось со словами, как оно отбрасывало выражения слабые и банальные, выискивало звучные и неизбитые фразы, как оттачивал Паскаль, каждую мысль, освобождая ее от излишнего балласта, от тряпья и оберток, делал ее четкой, краткой, почти ногой. Литература с гордостью произносит имена Геродота, Фукидида, Солюстия, Тацита. Цицерон назвал историю высшим родом ораторского искусства. Так понимали историю в античности, в средние века, в эпоху гуманизма. Наш галл-аноним моделировал, скандировал, почти пел каждую фразу своей хроники. Кадлубик, несколько манерный из-за претенциозной запутанности своих стилистических орнаментов, был тем не менее замечательным писателем своего времени. А Длугаш остался таковым и для позднейших времен. Блистательными мастерами стиля, подлинными художниками слова, были историки девятнадцатого века. Маколей, Ренан, Шайноха, Кубаля. Их высокое искусство оказало влияние на художественный уровень исторического романа. Если бы не обаяние стиля, сочинения Ипполита Тена были бы похоронены вместе с его теориями. Теории эти мало волнуют нас сегодня, но мы не можем остаться равнодушными к великолепию картин, которые Тен дает в описаниях своих путешествий и в очерках об искусстве. К сожалению, в нашу эпоху историк, заботящийся о стиле, может этим подорвать свой авторитет в науке. Но это явление временное. Наступят дни, когда искусные перья оживят чары исторических исследований. Философия некогда включала в себя все математические науки, все естественные и некоторые из гуманитарных. Еще Ньютон считал себя философом, еще первый термометр назывался философским инструментом. 19 век настолько дифференцировал науки, что каждая стала работать собственными методами и пользоваться собственной терминологией. С литературой они не хотят иметь ничего общего, только время от времени поставляют ей материал, как например метерлинку, жизнь пчел, великая феерия и так далее, что не мешает им относиться свысока к этим произведениям из пограничной сферы. Но все же иногда и ученый прибегает к художественному слову. Фламарион, Больша, Седлецкий. И здесь никогда не исключена возможность появления шедевров. Автором одной из самых ранних работ о стиле был естествоиспытатель Бюфон. Его знаменитая речь в Академии, речь о стиле, может рассматриваться как манифест художественной прозы, а его афоризм «Стиль — это человек» стал девизом бесчисленных критических работ. Бюфон собственным творчеством дал ответ на вопрос, когда ученый оказывается одновременно и писателем. Плуранс в исследовании рукописи Бюфона раскрыл нам секреты его мастерства. Бюфон по многу раз переписывал или заново диктовал каждую главу своих периодов природы, стараясь дать одновременно и научное описание мира, и произведение искусства. Он по праву занял место среди классиков французской прозы. Границы писательского искусства нельзя устанавливать ни по литературным жанрам, ни еще менее того по тематике. Если же так иногда и поступают, то просто подчиняются предрассудкам своей эпохи. Роман в XVIII веке и даже еще в начале XIX не считался произведением искусства. Для нас же он несколько заслонил собой полноценность иных жанров прозы, таких как эссе или диалог. Бывали эпохи, когда поэзия затмевала прозу, хотя и уступала ей по качеству, но в наши дни еще страницы с неровными строчками, рифмованными или нерифмованными, представляются нам чем-то более возвышенным, нежели страница поэтического, но сплошного текста, где строчки вытянуты в линейку. Мне известна только одна история литературы, которая не ограничивается тем, что обычно принято называть литературой. История европейской литературы в 14 томах, изданная в Кембридже в 1907-16 годах. Там не только литература, но и философия, политика, экономика, парламентское красноречие и религиозные брошюры, газеты и журналы, даже частные письма, уличные песенки, отчеты о путешествиях, о спорте, вплоть до домашних зарисовок, кулинарных рецептов и правил хорошего тона. Если в таком подборе материала и есть некоторый перегиб, то он оправдан, так как обширно и ярко дана литературная панорама каждой эпохи. Но если бы в этой книге мы стали следовать примеру Кембриджа, то оказалось бы погребенным и само понятие писатель. Нельзя этим словом нарекать всякого, кто только прибегает к искусству письма. Черты, характерные для писателя как художника слова, надо искать в его фантазии, вдохновении, в глубоко человеческом понимании мира, в заботе о выборе художественных средств, какими наиболее полно можно вызвать задуманное им впечатление, эстетический эффект, эмоциональный, интеллектуальный. И, наконец, а может быть прежде всего, надо искать в его собственном стиле. Жизнь Ни в одном виде искусства нет такого разнообразия человеческих типов и профессий, как в литературе. Есть в ней святые, папы, императоры, короли, вожди, государственные мужи, завоеватели, пионеры, авантюристы, солдаты, ученые, артисты, различные слои общества, любая профессия, ремесло найдет в литературе своих представителей. Перо никому еще не наносило ущерба в таких размерах, как кисть, долото, музыкальный инструмент, до которых не могли унизиться королевские, рыцарские или дворянские руки в определенные эпохи. Эта всеобщая распространенность занятий литературным трудом привела к чрезвычайному разнообразию психологических типов творцов в искусстве слова. Люди светские и затворники, аскеты и пьяницы, голубиные сердца и хищные души перемежаются с героическими личностями, безумцами или преступниками. Не существует такой разновидности человеческого характера, которая не могла бы сослаться, как на своего представителя, на какое-нибудь знаменитое или известное имя в литературе. Человечество сделало из литературы как бы свою палату представителей, а потому наряду с личностями исключительными, в ней достаточно и спокойных, уравновешенных, благоразумных индивидов, ничем не отличающихся от большинства людей. Но писатель редко определяется одним характером. Посредством воображения, дара проникновения и преображения, он создает в себе несколько индивидуальностей или хотя бы намечают контуры иных существ, жизнью которых ему жить не довелось. То, что называлось «онореда бальзак», уже одно это «дэ», плод воображения, было заполнено огромной толпой человеческих существ, и каждого из них хватило бы на целую жизнь, заканчивающуюся славой или богатством, нуждой или тюрьмой. Там были финансисты антиквар, мистика шарлатан, шеф полиции и преступник, человек, встретившийся в Абиссинии с купцом по имени Артюр Рэмбо, никогда бы не догадался, что перед ним поэт и автор «Поры в аду». Жизнь Шекспира протекала довольно бурно и не была лишена приключений, но все же ему не приходилось хаживать под руку с королями. Однако их души были ему настолько понятны, сами короли это признавали, что в нем непременно должно было таиться нечто королевское. Этого никогда не понять кретинам, рискающим по дворцам Елизаветинской эпохи в поисках настоящего автора шекспировских трагедий. В определенные эпохи литературу творили люди одного общественного слоя, например, дворянского, или одной общественной касты, например, духовенства. В таких случаях их образ жизни, воспитания, наклонности оказывались схожими, и те же черты сходства отражались и в их произведениях, несмотря на то, что характеры авторов были различны. В иные же эпохи в литературу входили, или, вернее сказать, врывались непосредственно из политической жизни, с форума или из военного лагеря, и баловаться пером можно было лишь в перерывах между куда более серьезными занятиями. Раб или вольноотпущенник в Риме мог тратить свое время на посещение игр. У римского гражданина были иные обязанности, и Цицерон, этот литератор до мозга костей, отдавал дань всеобщему предубеждению против занятия литературы, когда называл ее «последняя по значению умственная работа» или же «искусство мелкого калибра». Только какой-нибудь физический недостаток или изъян, который окружающие осуждают или же с пожатием плеч прощают как некое чудачество, могли заставить уважающего себя человека полностью отдаться литературе. В ряде эпох военные политики придворные уделяли литературным занятиям только моменты передышки, опалы вынужденного бездействия. И если приглядеться внимательно, легко убедишься, что в истории литературы встречается несравненно больше биографий бурных, авантюристических, насыщенных приключениями, борьбой, переменной профессий, переменной фортуны, нежели спокойных, нарушаемых лишь сомнениями в ценности своего творчества. Причина кроется в материальной необеспеченности литераторов, потому что литература никогда не давала писателю безбедного существования с начала его карьеры, а часто бывало и так, что она вообще не приносила никакого дохода. Не знаю, почему так получается, что сестрой таланта оказывается нужда. Слова эти принадлежат Петронию, но сам факт имеет многовековую давность. Длинную вереницу литераторов нищих открывает археолог. Еще на заре греческой лирики он протягивал руку за подаянием. За ним влочится толпа измученных и голодных. Среди многих забытых, вроде Глотиньи, сверкают имена Марциала, Камоэнса, Вийона, Торквато-Тасс, Верлена, Вилье-Делиль-Адана, Норвида. Разве всех перечислишь? Некоторые из них творили всю жизнь, другие после краткого периода блеска умирали всеми забытые. Если писатель не располагал состоянием, ему нечего было и мечтать о том, чтобы добиться его литературной работы. Финансово-экономического обзора истории литературы пока что не существует. Если же он когда-нибудь будет сделан, в нем найдут себе место подробности, касающиеся материального быта писателей, денежного вознаграждения за их творческую работу, и, наконец, каким образом общество в разные эпохи выполняло свои обязанности в отношении творцов его литературы. Уже в одной из первых глав этого экономического обзора мы услышали бы слова из Одиссеи. «Кто стал бы чужаков искать по свету и приводить к себе на родину?» говорит Евмей Антиною. Разве только таких, кто для его родной земли окажется полезен, таких, как прорицатель, врачеватель болезней, плотник или богами вдохновленный певец, услаждающий нам сердце песней. Такие всюду желанны, на всем свете. Выходит, как будто, что поэт находился в числе редких и ценимых специалистов, мог рассчитывать на радушный прием и на приличное вознаграждение. Это были те самые аэды, которых мы встречаем в Одиссеи при царских дворах, пользующиеся почетом столь большим, что само собой напрашивается подозрение, не изобразил ли гомер вместо горькой действительности некий идеал или постулат. И эти самые аэды странствовали еще пару веков по Греции, не очень-то уверенные в своем благополучии, поскольку один из них, автор гимна Деметри, просит богиню послать ему в награду за песню хлеба в достаточном количестве. На страницах такого экономического обзора далее найдут место суммы вознаграждений, какие поэты, трагики и комедиографы получали на дионисийских конкурсах и суммы почетных дотаций, таких, какие, например, получал Геродот от правителей Афин. Не знаю, удастся ли установить доходы Пиндара за воспевание победителей спортивных состязаний. Можно допустить, что они были значительны, поскольку оды заказывались или царями, или титулованной знатью или богатыми городами, искавшими себе славы, увенчивая славой своих граждан. Из следующей главы мы узнали бы, что в третьем веке до нашей эры римский сенат даровал скрибам писателям и гистерионам актерам право собраний и совместных богослужений в храме Минервы на Авентинском холме, что можно принять за возникновение первого профсоюза литераторов. По-видимому, литераторы находились не в особенном почете, если их объединили с таким явно презираемым цехом, как гистрионы. Эта голодьба зарабатывала себя на хлеб, составляя тексты для народных празднеств, складывая эпиталамы и эпитафии для знатных граждан, секретарствуя у государственных деятелей и выискивая всяческие иные способы заработка, известные с тех пор их коллегам в последующих поколениях и практикуемые ими по сей день. Общество с большим трудом устанавливает истину, что литература заслуживает поддержки. Энтузиазм, с каким принимаются некоторые литературные произведения, обожание, каким дарят некоторых авторов, здесь мало что меняют. В честь Софокла воздвигали алтари, потому что считали, что его поэзия божественного происхождения. Но никто не заботился о его благосостоянии, да он и сам не ждал этого от своих сограждан. Даже когда при Птолемеях или во времена империи были сделаны попытки опекать и поддерживать литературу, то они выразились или в случайных проявлениях монаршей милости, или, хотя и в постоянных жалованиях, но выплачиваемых не за литературный труд, а за проводимую параллельно полезную деятельность писателя в должности, например, директора библиотеки или преподавателя красноречия. Все это были вознаграждения за имеющиеся заслуги, а не для облегчения молодым талантом борьбы за хлеб насущный, об этом не могло быть и речи. Красивые слова из Одиссеи о песне, услаждающей нам сердце, можно было повторить во многие иные эпохи, например, во времена Трубадуров, когда поэту платили за наслаждение, какое он доставлял. Чаще, однако, платили за славу. Цари и полководцы возили за собой историков и поэтов, чтобы первые описывали, а вторые воспевали их победы. Заботились о своей славе и города. Исходя из опыта прошлого, который сохранялся в людской памяти благодаря писателям, новые поколения хлопотали о создании таких памятников и для себя и готовы были платить за них, не скупясь, лишь бы они льстили их гордости. Пропаганда возникла и заработала еще, будучи безымянной. Август сумел впрячь в свою политику и мечтательного Вергилия. Бог даровал нам это благоденствие, говорится об Августе в первой эклоге и неуступчивого Горация. Август пользовался услугами и множество других поэтов, чьи имена из-под развалин веков отзываются едва слышным шепотом. Мы знаем о его щедрости. Нам известны даже кое-какие статьи его бюджета, предназначенные на литературу. Но сам он не был склонен этим похваляться. В Монументум Анкуранум заключающем в себе его политическую автобиографию он подробно перечисляет сколько гладиаторов выставил на арену, сколько диких зверей дал убить для развлечения римлян. В перечне возведенных им сооружений не забыл упомянуть ни одного моста, ни одного канала, но зато ни словом не обмолвился о материальной поддержке литературы, будто ему даже неловко было об этом упоминать. Хотя многие историки в каком-то ослеплении стараются превзойти один другого в похвалах Август, на самом деле это был политик без сердца, без совести и без воображения. В самом начале своей политической карьеры он стал соучастником тяжкого преступления, убийства Цицерона, которому он лично стольким был обязан. Позже уничтожил Корнелия Галла, которого не спасли от мести разъяренного тирана ни школьное товарищество, ни поэтический талант. Еще большим позором в период его правления было изгнание Овидия. Август до конца жизни так и не проявил добрых чувств, элементарного человеческого понимания, с тупым упорством не желал смягчить условий изгнания, не задумывался и не желал знать, какую бесценную человеческую жизнь обрек он на гибель. Подобных случаев, возможно, и не таких известных. В период его правления довольно много. Например, славный оратор Кассий Север, изгнанный на греческие острова, погиб в нужде. Запах гари от сожженных по приказанию Августа книг Лобиена проступает даже сквозь фимиам историков. К счастью, жил при Августе человек несравненно более высокой культуры меценат, и он выручал императора в деликатных вопросах, касавшихся взаимоотношений с писателями и влияние на их творчество. В личности мецената сосредоточились черты, которые затем каждая эпоха повторяла в разных вариантах. Знатного происхождения, богатый, с неутоленным авторским тщеславием литератор-дилетант, которому врожденный такт и искренняя любовь к искусству не позволили превратиться ни в сноба, ни в графомана, он обладал достаточным вкусом, чтобы чужую хорошую поэзию ценить больше собственной. Нечуждый тщеславие, меценат ждал от поэтов хвалебных посвящений, хотел, а может быть и требовал, чтобы его имя упоминалось как можно чаще, в строфах, которым бессмертие было обеспечено, и все его материальные затраты с лихвой ему оплатились. Гораций в благодарность за небольшую усадьбу перенес его на своих крыльях через двадцать веков, и имя мецената стало почетным, стало лозунгом, символом. «Если бы Августа нам блаженные боги вернули, если бы вновь меценат был возвращен тебе Рим!» вздыхал сто лет спустя у себя на чердаке бедный Марциал. Марциал, торгуя лестью, уже дорого не брал и за скромную плату был готов писать что угодно и о чем угодно. Бегал за грошом туда, куда Гораций не сделал бы и шага за кошельком с золотом. В Марцале обрел себе символического представителя многочисленный род литературных нищих, людей, одаренных крупным талантом, умом, уверенных в своей ценности и тем не менее обреченных на вечное попрошайничество и на славу, которая при жизни не спасала бы их от презрения, а после смерти влекла за собой напоминание об унижениях, компромиссах, лжи, лицемерии. Нельзя отрицать, что в плачевных условиях, в каких приходилось жить писателям всех времен, не имевшим собственного состояния, литература многим была обязана меценатом. Наш Яницкий пропал бы в безвестности на Женинских болотах, если бы его не поддержали сначала Кшицкий, позднее Кмита, причем последний был патроном и не особенно приятным, и не особенно щедрым. Эпоха гуманизма, золотой век меценатства. Великие мира сего настойчивее добивались внимания писателей, чем писатели искали их милость. Петрарко защищался от меценатов, не желая ущемлять своей независимости. А бенефици лились на него между тем щедрой струей. Он был каноником в Ломбезе, в Парме, в Падуе, в Карпантра. Папа и короли отделяли его дарами. Поджо Брачеллини, вышедший на улицы Флоренции с пятью лиарами в кармане искать счастье, после бурной и полной трудов жизни, получил возможность отдохнуть на собственной вилле с прекрасным садом. И если удовольствовался столь малым, то только потому, что был цыганом-кочевником по натуре и идиллически скромным в своих потребностях. Совсем иное дело его соперник Филэльфо. Тот просто-напросто брал с вельмож дань в размерах, зависевших от их состояния. С Лодовико Моро он брал 250 дукатов, с Пьетро Медичи 100, с Борсо Дэльсте и с епископа Монтуанского по 50. Род Сфорца он буквально шантажировал с помощью поэмы «Сфорце Ада», работу над которой то возобновлял, то откладывал в зависимости от поступления дотаций. Сфорца так боялся, что Филэльфо в один прекрасный день возьмет да и бросит поэму, что поучал своего казначея. Ни в коем случае мы не должны его потерять. Не приведи Господь, Он узнает, что мы его обманываем, тогда Он прекратит работу над великолепным творением, призванным прославить наш род. Это будет ужасно. То был один из редких периодов всеобщего уважения и преклонения перед литературным трудом. Когда в 1416 году Леонардо Бруни представил Флоренции первый том своей истории, он и его потомки были освобождены городом от налогов для того, чтобы, как гласил декрет, получить достойную благодарность народа за увековечение славы республики. И короли тогда тоже решались на красивые жесты. Альфонс Арагонский у себя в Неаполе назначил хорошее жалование из своей казны Антонио Бекаделли подарил ему два дворца и виллу. Джаноццо Манетти получал у него девятьсот дукатов ежегодного жалования и доходы от продажи соли, а кроме того был пожалован не менее ценной грамотой. «Мессир Джаноццо», писал король, «Вы освобождаетесь сей грамотой от посещения дворцовых ассамблей. Посвятите себя литературным трудам, ибо с нас достаточно почета и славы уже от одного вашего пребывания у нас». Французские короли в таком стиле не обращались к прожитируемым ими авторам. У них писатели получали жалования в качестве дворецких, как Клеман Моро, или придворных обойщиков, как Мольер. И лишь Аросин носил почетный титул историографа, но за это был обязан принимать участие в военных кампаниях. Польские короли проявляли больше великодушия, щедро награждая Миколая Рея, хотя он и допекал их своим кальвинизмом, или назначая Шимоновича поэтом его королевского величества, с чем было связано получение разных бенефиций. Такая должность под названием поэт-лауреат при английском дворе существует и поныне. В XIX веке три живописца Энгар, Жером и Веттер изобразили трогательную сцену, где Мольер к удивлению и негодованию двора представлен сидящим за столом Людовика XIV. Поступая таким образом, художники положились на достоверность анекдота, приведенного в дневнике горничной Марии Антуанетты. В действительности же ничего подобного никогда не случалось, потому что в той эпоху можно было быть гением и подметать полы в королевских передних. Трое названных художников внесли в историю поправку XIX века, в начале которого Наполеон сказал «Если бы Корнель был жив, я сделал бы его маркизом». Однако за время своего правления он давал титулы генералам, а не поэтам. И даже жалование, назначаемое им поэтом, было куда скромнее, чем то, какое платил Людовик XIV. Правда, во времена Наполеона не существовало поэтов, равных Корнелю. Это с уст императора сорвались полные раздражения слова. Говорят, во Франции нет поэтов. А что скажет по этому поводу министр внутренних дел? В истории литературы найдется несколько имен, которым Перо принесло высокие титулы. Петрарко стал дворцовым Коомесом, Теннисон лордом, Данунцо князем де Монтеневозо Метерлинг графом. История меценатства изобилует примерами, где самолюбию писателя приходилось терпеть унижение. Меценат со всей очевидностью понимал, что недостаточно привилегий рождения, власти, состояния, чтобы выдержать сравнение с наивысшими духовными ценностями, которыми обладал художник. Меценат подавлял его тогда своим богатством и находил огромное наслаждение в чувстве превосходства над человеком, переросшим его духовно. Он мог это делать инстинктивно, неосознанно. Как почтенная идиотка мадам де Саблеер, которой Ла Фонтен был обязан даровым хлебом и которая писала в одном из своих писем «Я распустила весь дом, оставив только собаку, кошку и Ла Фонтена». Но можно ли этим возмущаться, если даже Малер, сам поэт, не побоялся сказать, что поэты для общества не намного полезнее игроков в кегле? Как современные миллионеры платили Бьерду деньги за обещание, что он их именем назовет «горы на южном полюсе», совершенно так же и в давние времена писателям платили за посвящение, за вступительные речи, за любое проявление преклонения, вроде именинных и свадебных песен или эпитафий по усопшим. Кто был половчея и лишен совести, торговал одновременно и похвалами, и клеветой, вроде аретину, ему короли платили за то, что он их славил, и за то, чтобы не поносил. Вольтер точно так же умел всяческими способами выуживать деньги и подарки от монархов своего времени. Еще Наполеон уговаривал Гете посвятить какое-нибудь произведение царю Александру. «Сир», ответил Гет, «это не в моих обычаях. Я никому не посвящаю моих книг, чтобы позже об этом не жалеть». На что Наполеон возразил, «Великие писатели времен Людовика XIV думали иначе». «Верно», согласился Гете, «но вы, ваше величество, не станете отрицать, что им не раз приходилось сожалеть об этом». Гете ведал, что говорил, потому что по собственному опыту постиг цену просвещенной знать. На протяжении многих лет сносил он капризы герцога Веймарского, от которого зависело его благополучие. Герцог, увлекавшийся французской драмой, принуждал Гете и Шиллера переводить Вольтера, вмешивался в их творчество, не хотел ставить орлянскую деву, потому что пьеса не понравилась его любовниц, короче говоря, вел себя как сноб или директор театра, запутавшаяся в интригах актрис. Самой большой бедой писателей было отсутствие авторского права, болезнь всех времен. В годских далеких снегах, под знаменами Марса, суровый, ревностно Центурион книжку читает мою, стих распивается мой, говорят, и в Британии дальной, попусту, мой кошелек вовсе не знает о том. Эти стихи Марцала могут служить эпиграфом к истории эксплуатации писателей. Издатели действовали как пираты, обманывали, уклонялись от выплаты гонорара, и все им сходило безнаказанно. По римским законам в книге ценился лишь материал и работа переписчика. Даже подделки не преследовались, и можно было под именем известного писателя выпустить фальшивку. В позднейшие века автор искал защиты в королевских привилегиях, в разных путанных правовых условиях, договаривался с издателями и даже сам занимался продажей своих творений, пока ему не опостыливала эта мелочная торговля. Вот выражение презрительной щедрости на титульном листе песни Яна Кахановского. «Я никому или многим может быть плод вдохновения отдаю за даром, издателю придется вам платить, торгует он поэмой как товаром». Даже драматург не мог рассчитывать на честные вознаграждения. Во времена Шекспира конкурирующие театры нанимали людей, обладавших хорошей памятью, и те, прослушав раз или два новую пьесу, восстанавливали затем ее текст, разумеется, с произвольными изменениями, и в таком виде она входила в репертуар театра-конкурента вопреки воле автора и вразрез с его интересами. Еще при Наполеоне директор театра, если он не был в слишком дурном настроении, давал автору Луидор после спектакля. Даже огромный успех пьесы не мог вытянуть ее авторы из нужды. В Англии первым поэтом, зарабатывавшим на жизнь пером, был Александр Поуп, которому перевод Гомера принес 9000 фунтов, что по тогдашнему курсу составляло значительное состояние. Благодаря Гомеру, говорит Поуп в одном из стихотворений, я могу жить, не задалживая ни одному принцу или вельможи. Несколькими десятилетиями позже Поуп уже не был исключением. Среди многих удивительных новшеств, возникших в XIX веке, далеко не последним по удивительности был переворот в оплате литературного труда. Возросли тиражи, авторское право стало охраняться, гонорар мог обеспечить безбедное существование, принести достаток, целое состояние. Сначала это казалось столь необычным, что Байрон счел нужным выразить Вальтеру Скотту презрение за то, что тот торгует поэзией. Вновь зазвучали старые оскорбления, какими еще Платон клеймил софистов. Но уже спустя несколько лет тот же Байрон не хуже других торговался с издателями. У поэтов никогда еще не бывало таких доходов. Мур за Лаллу Рук получил три тысячи фунтов. Песнь последнего Менестреля Вальтера Скотт разошлась в тридцати тысячах экземпляров, обогатив автора. Еще больший доход приносила проза. У Вальтера Скотта были поистине королевские доходы. Через руки Бальзака проплывали огромные суммы. Увы, только проплывали. Виктор Гюго оставил миллионное состояние. В двадцатом веке положение стало еще лучше. Авторское право обеспечивало писателю защиту его собственности, предусматривало мельчайшие возможности нарушений и, будучи связано с международными соглашениями, способствовало увеличению доходов автора от публикаций за границей, от переводов. Больше всего на этом выиграли писатели, которые писали на языках, широко распространенных в мире английском, немецком, французском. Но посредством переводов или театральной сцены авторы даже очень малых стран завоевывали мировой рынок, как, например, скандинавские писатели. Случались ошеломляющие успехи, особенно в романе и драме. Арнольд Беннет, когда одна из его пьес не сходила со сцены в течение нескольких лет, заработал так много, что он, этот скромный человек, не знал, что делать с деньгами. Кино открыло для писателей новые источники доходов, нередко миллионных. И этот золотой дождь, как всякий дождь, льет, не разбирая куда. Составляют себе состояние не только великие и выдающиеся писатели, но и посредственности, причем последние добиваются этого даже еще легче. Сентиментальный дамский роман в Англии, а в Америке криминальный, могут в один месяц сделать их автора богачом, не принеся ему при этом ни признания, ни даже обыкновенной известности, потому что к концу года уже никто не будет помнить его фамилии. В литературе как никогда орудуют спекулянты и ловкачи. Этому еще способствует перенесение коммерческой ценности с самой книжки на побочную продукцию, для которой она служит исходным материалом. В Америке, например, и сам автор, и в еще большей степени издатель оценивают рукопись не просто как роман, роман исторический или биографический, а как потенциальный сценарий для кинофильма, теле- или радиопостановки. Преимущество отдается произведениям, подходящим для журналов и для так называемых дайджестов, где гонорары очень высокие. Впервые в истории литературы писатель добился материальной независимости, отпала необходимость клянчить у меценатов выполнять их капризы. Вместо того, чтобы обивать пороги богачей, писатель сделался человеком состоятельным. Казалось бы, что отныне каждый писатель мог свободно творить, внемля лишь голосу вдохновения, но этому помешали изъяны человеческой натуры. Мало по малу, для многих богатого покровителя заменила безымянная читательская масса, не поддающаяся учету толпа покупателей книг. Этому новому владыке оказываются те же знаки почтения, тем же способом ему льстят, также усиленно стараются снискать его расположение и с той же тревогой ловят признаки его недовольства. Успех у читателя заменил прежнюю непрочную славу, зиждевшуюся на признание писателя элитой. В погоне за столь щедро оплачиваемым успехом научились угадывать и предупреждать вкусы широкой читательской массы. На этом занятии ни один писатель утратил доброе имя и загубил талант. Этим объясняется, почему в девятнадцатом веке, особенно в его первой половине, так часто раздавались голоса возмущения и предостережения со стороны тех, кто, следя за развитием новых условий в жизни литературы, горько сетовал на ее меркантилизацию. Вместе с автором расцвел издатель. В давние времена он был фигурой незаметной, выступал и хозяином переписчиков, и лоточником, и печатником, и книгопродавцем. Привыкшие извлекать никем неконтролируемые барыши за счет чужого труда, он вначале очень встревожился переменой в правилах, введенных в книгоиздательское дело, пытался обойти их, смошенничать. Однако вскоре понял, что в союзе с законом можно заработать гораздо больше. Потому что закон давал ему в руки оружие в борьбе с конкурентами, преследуя всяческие перепечатки, переделки и тому подобное. Значение и могущество книгоиздательских фирм возросло чрезвычайно. Авторы прониклись к ним большим пиететом, и многие из них имели неосторожность еще в молодости при издании своей первой книжки связать себя с издательством пожизненным договором. Этот вид зависимости писателя от издателя в некоторых странах сохранился и до наших дней. В Польше новый закон об авторском праве, принятый лет 20 назад, покончил со всем этим полностью. Очень часто случалось, что ошеломляющий успех книги приносил доход одному лишь издателю, который приобрел за мизерную сумму данное произведение в полную собственность. Как у давних меценатов, писатели состояли на жаловании у издателей, обязуясь за определенную сумму поставлять ежегодно определенное количество печатных листов. И то был нелегкий хлеб. Но случалось и так, что издатель делал ставку на автора с невысокой продуктивностью, малоизвестного, и субсидировал его годами, веря в его талант и будущий успех. Тысячи подобных взаимосвязей между писателем и издателем, со всеми оттенками недоверия, подозрительности, неприязни, ненависти, а также и веры, симпатии, дружбы, заполняют историю книгоиздательства, куда вписаны все писательские беды и радости. Навязчивые идеи Бальзака были деньги. В этом он походил на всех своих предшественников. Каждый француз носит в себе частицу гарпогона. Бальзак принадлежал к поколению, которое стремилось во что бы то ни стало разбогатеть. В своих книгах он ворочал огромными суммами, заглядывал в кошелек каждому из своих персонажей. В личной жизни носился с головокружительными финансовыми затеями, мечтал нажить большое состояние, но когда приступил к осуществлению одного из своих проектов, залез в долги и уже никогда больше из них не выбрался. Убедился, но слишком поздно, что его единственная золотая жила, его собственное творчество. Увы, ему пришлось работать на кредиторов, писал под их бичом, подгоняемый сроками. Это было убийственно и для тела, и для души. Обладая силами, достаточными для долгой жизни, он исчерпал себя до дна к 50 годам. Можно ли удивляться, что именно он оказался самым ярким, самым пламенным защитником авторского права? В открытом письме французским писателям девятнадцатого века, напечатанном в Ревью де Пари за ноябрь 1834 года, Бальзак не только обнажает все изъяны законодательства охранявшего писателя, но и высказывает мысль о необходимости создания общества литераторов, того самого, которое существует и поныне, и одним из первых председателей которого он был. Но, заботясь о других и о будущем, себе он уже ничем помочь не мог. Второй денежной жертвой был Вальтер Скотт. Ранняя и громкая слава принесла ему колоссальные доходы. Желая упрочить свое положение, он вошел компаньоном в издательскую фирму, публиковавшую его книги. Но в 1826 году фирма обанкротилась и на писателя сварился долг в 117 тысяч фунтов. Гордый и щепетильный Вальтер Скотт отверг помощь Королевского банка, не принял несколько десятков тысяч фунтов от безымянных жертвователей. С этого момента работал он до беспамятства, писал роман за романом, один хуже другого, и пять лет спустя умер от истощения. Деньги дурной советчик. Вкрадываясь в творческую работу, они привносят в нее свой разрушительный динамизм, стараются превратить ее в идущую конвейером обильную продукцию, отвлекают от вещей трудных и прекрасных и склоняют к легким и вульгарным. Особенно убийственна для писателя ранняя и быстрая слава. Поняв, что в нем нравится читателям, познав радость признания и приятность растущих заработков, он не отваживается подвергать себя опасности все это утратить и в конце концов становится совершенно иным, не тем, кем намеревался стать, мог бы стать, если бы слушался только голоса своего искусства. Как и во многом другом, здесь тоже силы характера испытываются скорее успехом, чем неудачей. Некоторые писатели, как, например, Пеги, открыто осуждают материальное благополучие. Выходец из рабочей семьи, он вырос в нужде и в ней видел источник плодотворного мужества, неустанных усилий, героизма. Нужда не позволяет заснуть, облениться. Держа художника в постоянном напряжении, она возбуждает его энергию, закаляет характер, заставляет быть гордым. Не каждый писатель так думает. Однако каждый готов, как и другие творцы, философы, ученые, художники, принять нужду, с чем не примирился бы представитель никакой иной профессии, ибо ни в одной нет настолько могучих стимулов, чтобы заставить человека сохранить ей верность и устоять наперекор всем трудностям и лишениям. Героизм Вилье де Лилядана или Норвида полон самопожертвования. Он имеет в себе что-то от мирской святости, от мученичества. Но что не говорилось бы в похвалу бедности, что не рассказывалось бы о триумфах гениальных одиночек в их борьбе с нуждой, не следует все же усматривать в изморе голодом наилучшее средство для развития таланта. Как правило, нужда губит, и в ее беспощадных тисках погибли тысячи прекрасных умов, погибли в унижении и отчаянии. Причины таких катастроф были разные. Болезнь или увечья, какое-нибудь губительное пристрастие, слабость, и не последнее место среди этих причин занимает отвращение к работе ради заработка, неукротимая гордость художника, не желающего идти ни на какие компромиссы с обществом. Он или не хотел творить иначе, чем творил, или не хотел зарабатывать на хлеб ничем иным, кроме своего искусства. Вопрос о второй профессии принадлежит к числу самых докучливых. Никто без острой необходимости не оторвется от любимой работы, чтобы посвятить драгоценные часы занятиям для него безразличным, а то и ненавистным. Можно, конечно, к этому привыкнуть, можно посредством разумного распорядка дня обеспечить себе какое-то время, свободное от всяких обязанностей, можно достичь совершенства в лавировании между работой для заработка и творчеством, обрести душевное равновесие, но всегда, однако, остается горечь и сожаление о безвозвратно утраченных и невозместимых моментах, когда приходилось отложить перо, притушить фантазию, и отойти. Нет никакого смысла подразделять профессии, которые может подсунуть писателю судьба на хорошие и плохие. Советовать ему, например, избегать канцелярий, учительской работы, газетной, а сватать ему медицину, службу в морском флоте или в дипломатии. Ясно одно, кто, вопреки своему желанию, вполне отдавая себе отчет в размерах потери вреда, вынужден оплачивать свой хлеб насущной ценой неосуществленных творческих намерений и надежд, кто своему любимому делу может посвятить лишь день воскресного отдыха и обрывки вечеров после трудового дня, кому занятия, не имеющие ничего общего с миром его мысли, засоряют мозг, тот, подводя баланс года, с ужасом увидит кладбище тысяч загубленных часов. Как отдельная личность, он оказывается жертвой, а общество не получает от него того, что он был способен ему дать, если бы отдался целиком своему призванию. А потребности писателей между тем оплачиваются так дешево. Пусть не вводят нас в заблуждение огромные заработки Оскара Уальда, яхты Мопассана, замки и дворцы Метерлинка, Данунцо и Баньеса. Это случаи исключительные, когда богатство сваливалось на голову человека с фантазией сноба и давало ему возможность осуществить всяческие свои прихоти, причем нередко одновременно с этим творчество его херело или умирало. Кто-то взял на себя труд определить средний уровень писательских потребностей. Писателю достаточно приличного жилья с жилья с определенными удобствами нередко Наличных денег ему нужно ровно столько, чтобы прилично питаться, иметь возможность пополнять свою библиотеку или какую-нибудь коллекцию, так как каждый что-нибудь собирает, и, наконец, иметь возможность свободно путешествовать. Этот скромный идеал устроит писателей самых разнообразных типов, и каждый из них согласится признать его за свой собственный идеал, не исключая и тех, кого происхождение или судьба наградили обременительным богатством. Писатель-профессионал в общепринятом понимании — это литератор, живущий своим пером. Но это же определение можно распространить на всех писателей, у кого главная, если не единственная целью, было литературное творчество. Флобер не зарабатывал на своих произведениях, иногда даже доплачивал за их издания, как, например, за мадам Бавари, которая издателю принесла крупные барыши, автору же пришлось оплатить судебные издержки. У Флобера был собственный капитал, а когда он его прожил, ему пришлось на старости лет искать службу. Все его книги, стяжавшие ему славу, не приносили ему никакого дохода. Он оказался жертвой собственной непрактичности и издательского произвола. Несмотря на это, никто больше его не заслуживает названия писателя-профессионала. Флобер не только никогда ничем, кроме литературного творчества, не занимался, но все иные занятия считал недостойными, чтобы им посвятить хотя бы чуточку внимания. Таких, как он, было много во все эпохи, за исключением некоторых периодов в античности, когда политическая жизнь протекала особенно интенсивно. В этом отношении писатели оказываются неизменными коллегами философов, ученых, художников, изобретателей, людей, одержимых какой-нибудь идеей и способных ради нее пожертвовать всеми другими соблазнами жизни. Уже мысль греков останавливалась на этом явлении. Они различали два рода жизнедеятельности биос теоретикос и биос практикос жизнь теоретическая и жизнь практическая. Римские моралисты перевели это как вито контем плавито и вито актива жизнь созерцательная и жизнь активная. Микеланджело на гробнице Папа Юлия Второго изобразил эти две абстракции в очаровательных образах Рахили и Лии. Примиренные на памятнике они многие века вели между собой ожесточенный спор. Если первая создавала монастыри, пустыни, скиты, то вторая творила стремительный поток сменяющих друг друга мгновений, где не было места ни для тихой сосредоточенности, ни для спокойного творчества. Среди многих символов созерцательной жизни находятся и башни слоновой кости. У подножия этой башни время от времени собираются люди действия, чтобы грозить кулаками и осыпать упреками мечтателей, уединившихся наверху. Но последние постоянно находили себе защитников. Иногда их оправдывали за то, что они верно служат идеалам, иногда за то, что блюдут чистоту мысли и искусства. В наше время, когда все оценивается потребительскими категориями, Леон Хвистек, человек менее всего склонный к мечтательству, высказал в своих проблемах духовной жизни следующее четкое соображение. Для того, чтобы мы могли пользоваться жизнью в полном смысле слова, определенная группа людей должна пребывать за пределами активной жизни в мире мечтаний и абстракций, ибо для полноты жизни в широком понимании нужны мечтатели и мыслители. Тот, кто знает историю философии, науки, искусства, техники, без труда оценит правильность этого утверждения за пределами активной жизни. Жизнь это семейные и общественные обязанности, это труды, затраченные на благо других людей, это неподдающиеся учету жертвы, принесенные в дар времени, покою, имуществу. Писатели флоберовского типа всегда стремились освободиться от каких бы то ни было гражданских обязанностей, уклонялись от военной службы, сторонились общественной жизни, не принимали никаких должностей, а на пороге зрелости оказывались перед дилеммой семейный очаг или безбрачие. Не знаю, что может здесь нам поведать статистика, но дилемма эта продолжает оставаться открытой, а писатели разделились на две группы, ряды холостяков в значительной мере заполнили лица духовного звания, особенно в те периоды истории, когда писателями были люди только этого сословия. Защитники безбрачия натолкнутся у своих противников на аргументы, почерпнутые из жизни знаменитых писателей, развитию и процветанию которых наличие семьи не помешало, но сторонники безбрачия не сдаются. Против женатого Овидия они выдвигают холостых Вергилия и Горация. С удовольствием останавливаются на таких личностях, как Теренция, которой не удалось разорить Цицерона только потому, что он был слишком богат, но которая его бессовестно обкрадывала и, в конце концов, довела до развода. Они самыми черными красками изображают хлопты и трудности супружеской жизни Мицкевича в тот период, когда он и в самом деле перестал быть поэтом. Указывают на мальтузианство женатых писателей и утверждают, что нужно родиться богатым русским графом, чтобы, как Толстой, иметь кучу детей и, несмотря на это, написать так много. Прибегают, наконец, к условному наклонению, утверждая, что каждый патор фамилиас отец семейства достиг бы более высокой степени совершенства, если бы жил вольной жизнью холостяка. Апологетам безбрачия можно указать на множество жизней, загубленных распутством, неустроенностью, бродяжничеством, а, с другой стороны, привести в пример людей, живших семейной патриархальной жизнью и обретших в ней полную душевную гармонию. Семейная жизнь обладает большой этической ценностью и формирует характер писателя. Не подлежит, однако, сомнению, что писатель, отдающий себе отчет в своем призвании, особенно, если он искусство слова делает своей единственной профессией, очень неохотно решается на шаг, который накладывает столько обязательств, ограничивающих его свободу. Сегодня уже никто не спорит на эту тему со страстностью гуманистов. Боккатчо в биографии Дант горько упрекает поэта за то, что тот женился, сменив мудрую и вечно юную философию на сварливую, подверженную старению женщину. Сам Боккатчо такой ошибки не совершил, следуя примеру Петрарки, а тот в свою очередь взял пример с философов древности или вернее монахов. Петрарка был неисчерпаемым в восхвалении уединенной жизни и в этом, как и во многом другом, походил на Флобера, признававшегося, что он не может смотреть на монахов, не испытывая при этом чувства зависти. У себя в Круассе он создал нечто вроде скита, посторонних, даже друзей пускал к себе редко. Возлюбленный запретил появляться, когда она однажды осмелилась нарушить запрет, просто-напросто выставил ее за дверь. Петрарка в эпистоле письме к потомкам похваляется тем, что после сорока лет избегал женщин, хотя и находился в избытке сил и страсти. Флобер рекомендовал писателям половое воздержание, чем очень злил Жорж Сант. Дюма-сын передает следующий разговор с Бальзаком под арками Поля-Рояля. Создатель человеческой комедии говорил, «Я точно высчитал, сколько мы утрачиваем за одну ночь любви. Слушай меня внимательно, юноша, полтома, и нет на свете женщины, которой стоило бы отдавать ежегодно хотя бы два тома». В ту пору Бальзаку было 38 лет. Проблема и по сегодняшний день сохраняет свою остроту. Один писатель, имени его я не назову, считал, что литераторы, не утрачивая мужской силы, должны применять инфибуляцию, практиковавшуюся атлетами древности и наглядно представленную в знаменитой бронзовой статуе кулачного бойца из музея Дель-де-Терми в Риме. Мне неудобно вдаваться в подробные описания этого приема. Женщина всегда была символом разлада и хаоса в интеллектуальной жизни писателя. Из оскорбительных речей, которыми ее осыпали философы, ученые, писатели, художники, можно было бы составить специальную антологию, и в прежние времена такие антологии существовали. Но что значит эта горсть оскорблений и насмешек, своего рода похвал в негативной форме, по сравнению с вечно льющейся песнью песней, в которую каждое литературное поколение и почти каждый писатель привносит все новые и новые строфы. В монографиях, биографиях, исследованиях, учебниках литературы ни о чем так много и подробно не говорится, как о любви, со всеми ее муками, сомнениями, разочарованиями, о любви, служившей для литературы основным материалом. Действительно, если бы из произведений, накопленных за двадцать с лишним веков европейской литературы изъять все, что связано с темами счастливой или несчастной любви, произошло бы страшное опустошение. Вместе с сотнями шедевров исчезли бы тысячи произведений, более скромных в художественном отношении, но обладавших достаточной прелестью и способностью услаждать читателей своей эпохи. К счастью, этого сделать уже невозможно. Пусть даже в будущем писатели больше не влюбляются или у них не появятся потребности высказаться о своей любви, но литературы прошлого уже никому не изменить, а в ней царит женщина. Во всем блеске своих соблазнов она радость, гибель, вдохновение. Рядом с роскошными возлюбленными, разделившими бессмертие с теми, кто их при жизни боготворил, существует и другой тип женщин, часто обреченных на забвение, обойденных биографами, разве что упоминаемых в краткой сноске к биографии писателя, с которым она некогда была связана. Самое суровое осуждение выносится тем женщинам, которые, как представляется биографом, ничего не могли дать своим великим мужьям, ибо не способны были их понять. Сколько несправедливых слов и по сей день раздается в адрес бедной Терезы, подруги жизни Жана Жака Руссо, или жены Жан-Батисты Вико, не умевшей подписаться на брачном контракте. Точно так же считают, что убогой по духу была и Христина Вульпиус, и, однако же, она вовсе не была так глупа, как утверждают веймарские сплетни. Прежде чем о ней судить, следует прочитать письма Гёте периода их любви, эпиграммы, элегии и другие произведения, например, метаморфозы растений и прочувствовать, сколько тепла и счастья вошло с нею в его жизнь. Доброта, преданность, заботливость, верность значит так много, что человек, носящий в себе бурю и ищущий тихой пристани, часто выбирает в подруге кроткое существо, уступающее ему в интеллектуальном отношении. Это обеспечивает покорность и обожание. Такой эгоистический расчет может происходить и бессознательно, однако чаще он бывает хорошо обдуман, и это не должно удивлять никого, кто читал жизнеописания великих людей. Альтруизм это не самая распространенная черта их характеров. Дурной славой пользуются и жены. Вошедшие в поговорку и никогда не существовавшая ксантиппа испортила им репутацию на много веков вперед. Жены сами защищаться не умели, не привыкли и не отваживались говорить от своего имени. Только в наше время зазвучали их голоса. Увы, как было бы хорошо, если бы некоторые из них хранили молчание. Например, Джесси Конрад, выпустившая толстый том воспоминаний о совместной жизни с великим писателем. Нужно немалое усилие, чтобы прочитать до конца эту болтовню посредственной женщины. То, что делают почти все вдовы в тесном кругу. Джесси Конрад решила рассказать многотысячной массе читателей, а именно оговорить покойного мужа. Она дает почти карикатурный образ человека нервозного, рассеянного, эгоистичного, вечно мучимого всяческими недугами. Она отодвигает в тень великого человека, а на первом плане мелькают чашки, которые он по неосторожности разбил, подушки, в которых прожег папиросой дыру. А о его внутренней жизни, о его работе или ничего не пишет, или пишет какие-то малосущественные мелочи, словно ей туда не было доступа, хотя Конрад поручал ей переписку своих рукописей и как будто не раз делился своими творческими замыслами. Она была превосходная образцовая хозяйка дома и великолепная повариха, автор кулинарной книги. Конрад, как почти все писатели, знал толк в хорошей кухне, и она была бы идеалом, если бы не бесконечные операции, пребывание в клиниках, периоды выздоровлений с сиделкой в доме. Конрад прожил с нею около тридцати лет, не представляя даже, что мог бы найти подругу жизни получше. Он был для меня как сын, пишет Джесси, и в то же время был моим мужем, нуждался в уходе и заботе, как малое дитя. Вместе с тем я испытывала гордость за него, видя, как возникали его великолепные произведения, меня восхищал огромный размах его работы. Конечно, так оно и было. И это реабилитирует ее в наших глазах, несмотря ни на что. Несколько в ином тоне выдержаны воспоминания жены Альфонса Додде, сдержанные и скромные, проникнутые нежностью. Их автор тоже обладал талантом, надо добавить, скромным, потому что не существует примера супружеской пары двух равновеликих дарований. Супруги Браунинг могли бы здесь служить исключением, если бы она и в самом деле по талантливости равнялась мужу. Такого рода супружеский союз на равных началах даже трудно себе представить. Две одинаково могучие индивидуальности, занимающиеся одним и тем же искусством, никогда не смогут друг с другом ужиться. Будь они родственны между собой по духу, могло бы еще кончиться с авторством, неким новым вариантом братьев-ган-куров, будь они различны, вскоре разошлись бы с чувством взаимной неприязни, а может быть и ненависть. Флобер питал к Жорж-Санд глубокую симпатию, но страшно подумать, что получилось бы, если бы им пришлось вступить в брак. С Мюссе это могло выйти, пусть на короткий срок, потому что его пути с путями Жорж-Санд не пересекались. Она восхищалась его стихами, он ее мелодичной прозой, и оба пребывали в заблуждении, считая, что гармонично дополняют один другого, впоследствии же взаимно смеяли друг друга. Зато Флобер несколько лет чувствовал себя счастливым с графоманкой Луизой Колле. Время от времени он давал ей совет, как писать, и получалось приблизительно то же самое, как если бы орел учил летать курицу. Случается, что писатель встречает в жизни женщину, и та его как бы преображает. Будет дремавшая в нем способность. Общеизвестна многолетняя дружба Анатолия Франца с мадам де Кайеве, которая с ним познакомилась, когда он еще был несмелым, неловким, занимался литературными поделками и заставила работать его по-настоящему, убедила заняться делом Дрейфуса, сделала знаменитым. Властная, слишком хорошо понимавшая свои заслуги, она в конце концов стала невыносимой, что и привело Франца к разрыву с ней. Обычное это явление, и нельзя без жалости вспоминать женщин, принесших себя в жертву, живших лишь славой и величием своих возлюбленных, а затем ими отвергнутых. Жоржетта Леблан в своих воспоминаниях рисует патетическую, пожалуй, даже слишком патетическую картину такой любви. На протяжении многих лет она господствовала в доме Метерлинка и была посвящена во все его замыслы. Опекая каждое мгновение его творчества, она вела отчаянную борьбу с малейшим шорохом, который мог бы нарушить его покой. На первой странице книги «Мудрость и судьба» Метерлинк поместил следующее посвящение ей. Мадам Жоржетте Леблан Вам я посвящаю эту книгу, являющуюся в значительной мере плодом и вашего творчества. Существует сотрудничество более возвышенное и более реальное, нежели сотрудничество двух перьев, а именно сотрудничество мысли и примера. Мне не понадобилось прилагать усилий, чтобы открыть, как я должен действовать в согласии с идеалом мудрости. Не понадобилось искать в собственном сердце подтверждение красивой мечты, которая всегда бывает несколько туманной. Мне достаточно было слушать Вас, достаточно было, чтобы мой взгляд внимательно следил за Вами. «Смотря на вас, я видел движения, жесты, поступки воплощенной мудрости». Мадам Леблан, наверное, пришлось немало потрудиться, чтобы склонить Метерлинка к столь странным признаниям, и она была очень огорчена, когда после их разрыва это посвящение исчезло при следующих переизданиях книги. Конечно, поступая таким образом, Метерлинк проявил малодушие, но с такими вещами мы нередко встречаемся у писателей. Отталкивающий пример такой мелочности оставил в своих дневниках Станислав Пшебышевский. Существуют, однако, и более прочные союзы предназначенных друг для друга душ. Для них вовсе не нужно общности интересов, равенства культурного уровня или образования. Все это восполняет разум сердца, и он является наивысшим сокровищем. Женщины знают нас лучше, чем мы их, нередко лучше, чем мы самих себя. Понимают наши слабости, и только одним из известных им волшебств умеют превращать эти слабости в силу или, по крайней мере, притуплять их зловредность. Затаенное удивление, с каким она относится к работе мужа, ее молчаливый упрек, который он чувствует в моменты снижения творческого полета, сердечное тепло, с каким она умеет смягчить огорчение при неуспехе. Все это вводит ее в орбиту его дела. Им, этим делом она живет, напряженно следит за каждой страницей, незаметно, неощутимо, а вместе с тем так пристально, что, когда ее не будет, перо может выпасть из рук писателя. История говорит об этих женщинах мало. Исследователь литературы не придает большого значения ни посвящению, ни пачке писем, сдержанную нежность которых он примет за обычный трафарет в переписке любящих супругов, не разглядит заложенных между страницами увядших цветов. Даже свидетельства самих писателей принимают с недоверием, с иронической усмешкой, как, например, слова Плиния младшего, в которых он воздал честь верности своей жены Кальпурнии. Как она волнуется, когда мне предстоит выступать, как радуется, когда я возвращаюсь из суда. Все, что я напишу, она перечитывает по многу раз, знает наизусть. Если ей случается присутствовать на моих выступлениях, она стоит за колонной и жадно ловит каждое слово. Когда я слагаю стихи, подбирает к ним на кефаре мелодию, а между тем она никогда не училась музыке, и ее единственной учительницей была любовь. Тысячи жен писателей всех времен и по сегодняшний день легко узнают себя в этом портрете. Но было много и таких писателей. Гордясь своей проницательностью в отгадывании тайн человеческой души, они не имели даже понятия, скольким обязаны своим подругам жизни, потому что они никогда не брали на себя труда взвесить, что приносили им часы, проведенные в атмосфере мыслей, чувств, желаний, поступков, существа столь близкого и в то же время столь отличного. Возвращаясь в свою рабочую комнату, они входили туда обновленными, надышавшись воздухом иного мира, который с незапамятных времен из поколения в поколение зиждился на собственных принципах, добытых в борьбе и победах, чуждах миру мужчин. Жена Альфонсо Доде говорила, что писатель, уклоняющийся от семейной жизни, не вызывает у нее доверия. Позднее ее сын Леон с присущей ему резкостью развил эту мысль на нескольких страницах глупого девятнадцатого века. Добрая мадам Доде подкрепила свое суждение недобрым примером указав на Виктора Гюго, между тем, как семейная жизнь Гюго была отвратительной, протекала между женой и любовницей, перемежаясь вылазками к горничным. Мадам Доде, конечно, судила о нем по его стихам, где он умиляется детскому щебету за стеной своего кабинета. Но она, безусловно, была права, если имела в виду писателей, сознательно обрекающих себя на аскетизм во имя литературы. Мать Флобера осудила этот аскетизм в знаменитых словах, обращенных к сыну. «Горячка фраз и сушила тебе сердцем». Никто, однако, не зашел здесь дальше гонкуров. Они как бы болели литературитом. Предлагаю этот термин медицине. Эдмон де Гонкур говорил, «Человеку, целиком посвящающему себя литературному творчеству, не нужны чувства, женщины, дети, у него не должно быть сердца, только мозг». В другом месте оба брата заявляют, «Мы охотно заключили бы с Богом договор, чтобы Он оставил нам лишь мозг, который творит, глаза, который смотрит, и руку, держащую перо. Все же остальное чувство и наше бренное тело пусть забирает себе, а мы бы на этом свете наслаждались изучением человеческих характеров и любовью к искусству. Так искренне никто не высказывался, но многие так мыслили. Ни в одном писателе художник пожирал человек. Вместо женщины он видел том стихов или прозы, в поцелуе искал новеллу, от любви ждал шедевра. Тут можно дойти до такого состояния, что прежде чем разрезать кусок лососины, переберешь кучу сравнений и метафор, подсказанных аппетитной розоватостью рыбы, и не почувствуешь букета вина, дающего повод для составления литературных головоломок. Очень скучно быть только писателем, быть им всегда и везде, год за годом, месяц за месяцем, в любую пору дня и ночь. К более совершенному типу я бы отнес писателей, которые выражают себя как писатели, лишь в определенный момент, а в остальное время дают знать о дремлющем в груди вулкане только заревом слов, брошенных в разговоре, докладе, в лекции. Писатели такого типа никогда не бегут от жизни. Написав последнюю фразу, я мысленно припомнил многих великих писателей за двадцати пяти вековой период европейской литературы. Не буду здесь приводить сотни имен, из которых слагается мой перечень. Это люди масштаба и значения Эсхила, Цицерона, Данте, Сервантеса, Россина, Гета, Мицкевича, Толстого. А далее фигуры менее крупные. Согласно оценкам учебников литературы, но, по сути дела, не уступающие во многом гениям ни в мастерстве, ни во влиянии на будущее поколение. Все они познали полноту жизни в ее обязанностях, задачах, успехах, бедах. Были мужьями, отцами, любовниками, солдатами, гражданами, мирились с трудностями своей должности, не отказывались от назначений, подчас неприятных, были готовы служить родине в качестве ее представителей за рубежом, не жалели времени, иногда на годы забрасывая творческую работу и добросовестно выполняя другую, как этого требовали от них обстоятельства. Признательность общества за оказанные услуги выражалась по-разному, от высоких наград до заключения в тюрьму. Эта признательность тускнела еще при жизни писателя, а последующие поколения уже совсем не интересовались его заслугами как гражданина, только творческое наследие сохраняло значение, все иное становилось материалом для анекдотов. Разве лучше бы стали хоть на самую малость оды Пиндара, если бы нам сказали, что поэт аккуратно посещал заседание городского Совета в Фивах. Вся политическая деятельность Цицерона скорее вредит ему в нашем мнении, а иногда и делает некоторые его произведения смешными. Кто сегодня, за исключением биографов, заинтересуется деятельностью Гёте как главы правительства Карликового феодального государства, если даже столько лет им руководимой и столько труда поглотившей Веймарский театр нас так мало занимает. Сами писатели чаще всего с горьким сожалением оглядываются на эти бесплодные часы своей жизни и вспоминают обо всем том, чего не смогли создать, растратив силы и время на вещи ничтожные и приходящие. Это верно, но лишь в известной мере, потому что жизнь, которой они так щедро себя отдавали, не оставалась у них в долгу. Она вырабатывала характер, закаляла волю, сердце, ум, наполняла легкие свежим воздухом, не давала киснуть и прозябать, обогащала опытом, знанием людей и света. Сначала надо быть человеком, а потом художником. Одни громко провозглашали эту мысль, другим оказалось достаточно подтвердить ее примером собственной жизни, как не подлежащую никаким сомнениям истину. И кто скажет, будто Диккенс, Гамсон, Реймонд, Конрад, Горький, прошедшие сквозь столь разнообразные жизненные испытания, не нашли в них и ценнейшего материала для своего творчества. Почти вся американская литература от Уитмена по сегодняшний день создана людьми, пришедшими к своим книгам самыми необычными путями. На личном опыте познакомились с такими делами и обстоятельствами, о каких большинство писателей в других странах просто-напросто не имеют понятия. Они собственной жизнью добывали сырье для своих произведений. Что одним давала судьба, то другие старались добыть себе сами. Не находя в себе материала для творчества, гонялись за ним по всему свету. Лихорадочная погоня за впечатлениями, переживаниями, темами, поиски их в мимолетных любовных связях, в приключениях, в кабаках, по закоулкам, все это даже высмеяно в комедиях. А с тех пор, как существуют скорые поезда, пароходы и самолеты, сотни литераторов используют эти средства передвижения, чтобы странствовать по свету в поисках приключений, незнакомой среды, необычайных человеческих типов, стараясь впитать в себя все разнообразие жизни и накопить в сознании капитал, который даст высокие проценты. Результат обычно оказывается жалкий. Они привозят домой в чемоданах, оклеенных этикетками всех стран мира, банальные истории, а, вернувшись с горечью, удостовериваются, что произведение свежее, дающее что-то новое, вышло как раз из-под пера человека, не имеющего понятия, как проехать из Дели в Калькутт. Тут мне как раз слышится голос Рембрандт. «Останься дома», убеждал он молодого художника, собиравшегося отправиться в путешествие. «Останься дома! Целой жизни не хватит на познание чудес, какие здесь стоятся». Писатели всегда возбуждали удивление тем, что ничего не понимают в повседневной жизни, что, будучи психологами, способными на потрясающие откровения о человеке, они не разбираются в людях и постоянно оказываются жертвами коварства и обмана. Это происходит от того, что они знания о человеке черпают не из наблюдений за жестами и гримасами своих ближних, а из общения с самой идеей человека, какой она отражена в их собственной душе. Все познание осуществляется в нас самих. Каждое впечатление извне имеет ту ценность, какую вкладывает в него сознание воспринимающего. Ум мелкий отражает действительность как вода, точно, поверхностно, приходящий. Ум же творческий преображает ее, расширяет, углубляет, из вещей ничтожных делает великие. Воспянский из обыкновенной деревенской свадьбы извлек народную поэму. На той свадьбе кроме него присутствовало еще два поэта, не считая меньшей литературной братьи, но никто из них не мог даже себе представить, что видит и слышит этот молчаливый анахарет. Превосходный пример сестры Бронте. Отрезанные от мира, живя в пустынном Йоркшире, в небольшом местечке Хоорте, они не имели возможности на личном опыте познать то, чем насыщены их романы. В особенности Эмили, автор «Грозового перевала», никогда не выезжавшая на маломальский продолжительный срок за пределы своего прихода. Жизнь старой девы в пуританском доме в середине девятнадцатого века не предоставляла ей ни малейшей возможности общения с такими мужчинами, как герой ее романа «Хитклиф». Она извлекла его из тайников своей творческой фантазии. Говоря так, мы объясняем одну загадку другой загадкой. Механизм творческой фантазии не поддается никакому анализу. Нельзя разложить его на части, каждую из них описать, а затем показать, как они функционируют. Единственное, в чем мы можем удостовериться, наблюдая отдельные случаи, а все они чрезвычайно отличаются один от другого, это в способности писателя притворять в новые и неожиданные целые бесчисленные фрагменты действительности, как внешней, почерпнутой из окружающей среды, так и внутренней, идущей от собственной психики. Последнее гораздо важнее. Люди, лишенные воображения, наблюдают значительно лучше, и виденное запоминают точнее. Человек же, обладающий творческой фантазией, из каждого воспринимаемого явления выбирает какую-то частицу, нередко наименее существенную, иногда воспроизводит в памяти это явление в целом, но уже лишенном характерных деталей, ибо одновременно с восприятием в нем действовало нечто такое, что почти всегда искажало воспринимаемое. Это нечто может быть чувством, мыслью или фантазией, подсказанной ассоциацией. О памяти не стоит даже и заикаться. Люди с пылким воображением никогда ничего не запоминают. Их память чистая фикция, явление, которое они вчера наблюдали с безупречной, как им казалось, трезвостью и вниманием, завтра в их сознании фантазеров может измениться до неузнаваемости. Эта способность перерабатывать воспринимаемое располагает всеми средствами, какие ей только может предоставить активная, хотя и скрываемая психическая деятельность. Страсти, стремления, особенно несбывшиеся или невыявленные, мечты, сны, образы, пристрастия, опасения, стыд — все, чем каждый человек заполняет свое одиночество, у художника становится его творческой лабораторией. Там происходит угадывание, прочувствование, постижение явлений, с которыми он никогда не сталкивался, которые как будто бы ему совершенно чужды. Как будто бы на самом же деле они в нем существуют. Иногда он отдает себе в этом отчет и даже развивает их в своих самых сокровенных мыслях. Иногда же они таятся в нем как бы смотанными в клубок от чьего-то жеста, выражения лица, неожиданного слова, этот клубок вдруг разматывается. Писатель всегда в своих мечтах и рассуждениях должен быть наготове для принятия самых необычайных возможностей и ситуаций, и плохим художником-творцом окажется тот, кто смутится, если ему вдруг предложат в подарок луну. Большинство уже давно захватили ее, устроились на ней и благоденствуют. Гёте имел право утверждать, что у настоящего творца врожденное знание мира, и что ему излишен личный опыт, чтобы справиться с каждым поставленным себе заданием. Я написал Гёте фон Берлихингена говорит Гёте дальше. В возрасте 22 лет, а десятью годами позже удивлялся, сколько правды в моей драме, хотя ничего из того, что я там изобразил, мне в пору создания вещи не пришлось еще пережить. В корне ошибочно приписывать Бальзаку гениальный дар наблюдательности. Бальзак был не наблюдателем, а великим фантазером, визионером. Все, что попадало в поле его зрения, могло возбудить фантазию, но ничего не запечатлевалось в неизменном виде. Из элементов, выхваченных из жизни одним взглядом своих горящих глаз, он создавал новых, никогда не существовавших людей. И жизни этих людей он, могучий алхимик, насыщал динамикой безупречной истинности. По его желанию возникали дома, улицы, города, и читателю казалось, что все это взято из действительности. Богатство писателя зависит не от разнообразия впечатлений, а от широты его интроспекции. Чем больший мир он в себе носит, тем обильнее материал, питающий его творчество. Сколько литератов вчитывается в работы по криминологии, посещает тюрьмы, просиживает в кабаках, где собираются опаши, а затем создает плохой образ, недостойный быть даже тенью вот Рена, найденного Бальзаком не при встрече сведоком, а в своем собственном могучем воображении. Одна из многочисленных клеток этого творческого мозга подсказала писателю образ хитреца, шельмы, отважного и беспощадного авантюриста. Личный любовный опыт Запольской своим богатством мог бы смутить воображение Ожешко, но напрасно искать у Запольской произведения о любви такого масштаба, как хам. Драмы Расина наводят на мысль, что их автор должен был жить жизнью кипящей страстями. Это и дало ему возможность отобразить их с такой глубокой правдивостью, а между тем Расин жил затворником. Воспитанный в строгих принципах пор-рояля, никогда не дышавший сердечной атмосферой родного дома, он также был чушт страстей своего века, а весь его любовный опыт ограничился романом с актрисой. Очень банальная вещь в жизни драматурга. Читателя всегда интересует автор. Он хочет знать, как тот выглядит, какой образ жизни ведет, какой у него характер. нынче все это значительно облегчено благодаря фотографиям, печатаемым в журналах, интервью, кинофильмам. Даже голос писателя известен. Он звучит в радио и телепередачах, его записывают на пластинке. Писатель делится своими творческими планами, рассказывает о том, что он любит, какой образ жизни ведет, даже иногда идет на довольно интимные признания. А в прошлые века жизнь писателя была окутана тайной. Конечно, даже и тогда эта таинственная завеса немного приподнималась. Гравюры на дереве, миниатюры, медальоны популяризировали его внешность. Частные письма распространяли о нем правду и вымысел. Гораций в одной из от похваляется, что если он проходит по улице, на него показывают пальцем. Вольтер во времена, когда не существовало еще ни кино, ни фотографий, ни репортеров, добился популярности, равной популярности Бернарда Шоу, который уже в наше время, в течение полувека, не сходил со страниц иллюстрированных журналов. Но не все писатели проявляли столько находчивости, и читающая публика очень долго обращалась с книжкой, ничего не зная об ее авторе. Строила только разные домыслы, представляя его по образу и подобию его героев, или в соответствии с идеями, какие он проповедовал, или же с чувствами, которые он выражал. С этим можно встретиться и сегодня. Наши отцы испытывали глубокое разочарование при виде молчаливого и задумчивого Сенкевича, потому что представляли его себе в образе залихватского рыцаря, шумного, как пан заглоба. Точно так же и нас приводил в замешательство господин с брюшком, оказавшийся Яном Каспровичем. А бородка Леопольда Стаффа, его скромная фигура, робкие замедленные движения, такие трогательные и понятные в глазах близких друзей, не могли не вызвать разочарования тех, кто читал его сны о могуществе. А настоящий Ламартин в дребезге разбивал сердца нежным поклонницам его поэзии, как только они получали возможность видеть его воочию. В стихах Ламартин был мечтателем, задумчивым, стыдливым, все трогало его до слез, и невольно он представлялся существом хрупким, изящным, может быть, близким к чахотке. В действительности же он был огромный бургундский дьявол, который ел и пил как полагается, ругался как гусар, занимался охотой, имел псарни и конюшни, настоящие задиристый шляхтич, безустали, воюющий с соседями. Но иногда поэтам удавалось выглядеть соответственно пожеланиям своих почитателей. Ангелоподобная красота Шелли или надменное лицо Байрона повышали очарование их поэзии, хотя Байронам надо было любоваться, когда он сидел верхом на коне, потому что он хромал. Впрочем, романтики сами заботились о впечатлении, какое должна была производить их внешность. Шатубриан всю жизнь сохранял прическу, растрепанную бурями молодости. Прическа эта сделалась модной для целого поколения. Поэтические позы, например, Мицкевич на скале Аюдак, декоративные плащи, эффектный фон, помогали иконографии поэтов, и в таком выигрышном виде они представали перед читателем именно такими, какими тот хотел их видеть. Вот почему писательницы всегда стараются выглядеть на фотографиях молодо и чарующе. Несравненно большее разочарование в любимом авторе могут вызвать разоблачения, касающиеся его характера. Род Красиньских опечатал строгой тайной все письма Зигмунта, где он тем же самым пером, каким написаны были рассвет и псалмы будущего, вел переписку с управляющим своими имениями, выказывая в ней всю твердость и жестокость магната времен крепостного права. Несколько лет назад мы не без сочувствия следили за судебным процессом, возбужденным внучкой Жорж Санд против биографа своей бабушки. Она не хотела признать ни одного из приписанных Жорж Санд любовников, но процесс все же проиграла. Геоте как главе правительства пришлось решать дело незамужней женщины, обвинявшейся в убийстве своего ребенка. И та самая рука, что в Фаусте свела незабываемую гирлянду из стров прощения и искупления Маргариты, подписала обвинительный приговор. Виктор Гюго, творец благочестивого Мириэля, в десятках стихотворений, скорбящей над людской нуждой с благостью и щедростью Деда Мороза, в жизни был скрягой и никогда бы не подал нищему и гроша. В книжке расходов, которую этот скупец вел с поразительной аккуратностью, под рубрикой «Благотворительность» были замаскированы суммы, какие ему время от времени приходилось выплачивать соблазненным служанкам. Но алхимия слова умеет и из наихудших черт писателя создавать вещи, поразительные по чистоте и благородству. Шарль Лоло в нескольких томах собрал психологические загадки многих писателей, умевших свои моральные слабости, изъяны, недостатки исправлять на собственных героях, щедро наделяя их всеми положительными качествами, которых сами были лишены. Стоит ли заниматься личностью автора? Этот вопрос ставился часто, и отвечали на него по-разному. Для нас здесь интереснее фактические примеры, иллюстрирующие два предельно разных отношения к писателю во Франции и в Польше. Франция, невзирая ни на какие протесты, с покон веков жадно роются в личной жизни своих писателей. Там не удается скрыть даже самую интимную тайну. За каждым славным именем во французской литературе тянется обширная библиография жизнеописаний, дневников, мемуаров, архивных документов, писем. Классическим примером может служить книга Мартино «Календарь Стендаля» настоящий календарь всей жизни день за днем, иногда даже с фиксацией часов, и все подкреплено добросовестнейшей библиографией. Во Франции множество сведений о писателе оглашается еще при его жизни, хотя известная скромность при этом и соблюдается. Но она мгновенно исчезает сразу же после его смерти. Тогда словно бы прорывается плотина и начинается наводнение книг, очерков, статей, в которых писателя раздевают до нога. Вы можете его увидеть в домашней обстановке за работой, в супружеской спальне, в обществе друзей, во время путешествия. Вы узнаете о его любовных приключениях, услышите его признания, подслушанные в разговорах, его суждения о современниках. Вам станут известны его пристрастия, болезни, чудачества. Что же касается характера, все, что есть в нем отталкивающего, обязательно будет оговорено во всеуслышание. Часто сплетня борется здесь с правдой, и последняя не всегда выходит победительницей. Случается, что такой спор длится десятилетиями, вовлекая все новых участников, новых свидетелей или архивных исследователей. Пример Франции подействовал и на другие нации, ему последовали сдержанные англичане. В Америке же писателей затмили кинозвезды и боксеры. И если тайны личной жизни писателя там и уважают, то только потому, что мало кто ими интересуется. У нас в Польше не так. Наши писатели выглядят торжественно и немного печально, как на памятниках. Неизвестный скульптор, не забывший на надгробии взволение снабдить Кахановского перчатками, оказался красноречивее биографов-поэта. Если бы не несколько страниц Читесского, полнокровная фигура Миколая Рея осталась бы для нас бледной и невыразительной. И нынче современники, знавшие наших великих писателей лично, не особенно торопятся рассказывать о них. Перемерли все, кто общался с Прусом. И эта обаятельная личность останется для нас навсегда замкнутой между двумя датами. Первая из них дата рождения, сопровождаемая вопросительным знаком, точно не установлена, совсем как у писателей древности или средневековья. Еще живы некоторые из тех, кто близко знал Сенкевича, Жеромского. Тщетно ждем мы их рассказов. С чувством глубокой благодарности были приняты изданные недавно юношеские дневники Жеромского и Генрик Сенкевич, календарь жизни и творчества, которым профессор Юлиан Кшижановский рассеял мрак, так долго окутывавший личность и жизнь автора Квовадис. С нерасположенностью к описанию жизни писателя у нас вяжется суеверный страх, как бы не оскорбить его память. Без сомнения, это благородное чувство, но оно выглядело бы еще возвышеннее, если бы не соревновалось с ложью. Известно, сколько потеряла биографическая документация Мицкевича из-за пиетета его сына Владислава. Такую почтительность трудно хвалить со всею искренностью и без оговорок. Слишком явно проступает в ней желание как можно скорее отделаться от писателя, отправив его в бессмертие, а на земле удовольствоваться его аллегорическим обликом, который так легко и удобно запомнить. Если спросить самих писателей, их мнения на этот счет разделились бы. Можно сказать с уверенностью, что в большинстве оказались бы те, кто является врагом без церемонного копания в личной жизни. И ни один из них заблаговременно принимал соответствующие меры и жег бумаги, не подлежащие огласке. Но что в состоянии предпринять беззащитный покойник? Мысль, что можно сделаться жертвой нежелательного любопытства, не раз отравляла писателям жизнь, подсказывала строгие запреты в завещаниях, вызывала острый протест. Они с завистью оглядывались на писателей древности. Тем неоценимую услугу сделало время, уничтожив все, кроме произведений. В идеальном положении оказался Гомер. Он до такой степени растворился в своих произведениях, что даже само его существование ставится под вопрос. В конце концов, кто-то должен будет взять на себя трудно писать историю литературы, где только плоды творчества шли бы чередой веков и поколений, в атмосфере своей эпохи, без жизни описаний авторов. Ведь о небелунгах или слове о полку Игореве мы говорим как о литературных произведениях, не называя имен авторов, так как они нам неизвестны. Это вынужденное умолчание, но ведь можно рассматривать его и как метод в трактовке литературных явлений. Разумеется, это надо сделать талантливо, для чего потребуется исследователь недюжинных способностей. Но для нашей книги, тесно связанной с психологией творчества, биографический материал является самым важным, и мы должны быть благодарны всем, кто нам его поставляет, и осуждать тех, кто пренебрегает им и дает ему погибнуть. Польские писатели в алхимии слова На страницах алхимии слова упомянуто около пятисот писательских имен. Мы остановимся лишь на именах польских писателей. Анджей из Ешовиц Капеллан королевы Зофии Перевел по ее заказу Библию 1455 год От этой так называемой Библии королевы Зофии сохранилась часть книг Ветхого Завета Ценный памятник средневековой польской письменности Издан в Польше в 1871 году Бельский Марцин Около 1495 1575 Поэт историк переводчик Его хроника всего света была первой в Польше попыткой изложения всеобщей истории Переведенная на русский язык еще в 1581 году она повлияла на развитие русской и украинской историографии 17 века Обстановку рабочего кабинета Бельского Парандовский описывает по гравюре помещенной в издании Хроники 1564 года и с тех пор неоднократно воспроизводившейся Под этим своим изображением в книге Бельский написал свой девиз «Нет разума против правды» Сатирическая поэма Бельского «Женский сейм» 1566 год восходит к разму Роттердамскому в ней критикуются пороки тогдашнего польского общества Берент Вацлав 1873 1941 Прозаик по образованию биолог учился в Цюрихе Мюнхене и Ене В одном из западноевропейских городов полагают что в Мюнхене происходит действие романа «Гниль» 1901 год русский перевод «Гнилушки» Москва 1907 изображающего богему конца 90-х годов В романе «Живые камни» 1918 показан польский город позднего средневековья Берент был предшественником Парандовского в должности редактора журнала «Поментник Варшавский» 1929 год Биркенмайер Людвиг Антоний 1855 1929 Физик и математик Историк точных наук Автор содержательных работ о Копернике и его современник Редкое достоинство его книг Ощущение единства и взаимопереплетения наук точных и гуманитарных в контексте культуры исследуемой эпохи Биркенмайер Юзеф 1897 1939 Сын Биркенмайера Поэт Историк Литературы Автор Работ о Сенкевиче Брюкнер Александр 1856 1939 Историк польской литературы и культуры филолог Этимологический словарь польского языка издан им в 1927 году переиздание 1957 70 годов В связи с выходом словаря Брюкнера Парандовский написал о нем восторженную статью «Жизнь слов» газета «Вядомости Литератские» 1927 год Вейсен Гофф Юзеф 1860 1932 Прозаик Повесть Соболь и Панна вышла в 1911 году В литературных воспоминаниях 1925 год Вейсен Гофф называет эту свою любимую повесть поэмой литовской идиллией Повесть в известной мере автобиографично Вейсен Гофф Виткацей Виткевич Станислав Игнаций 1885 1939 философ художник прозаик и драматург автор нескольких романов и более чем двадцати драм Виткаций представлял собой одну из крупнейших и оригинальнейших фигур в польской культурной жизни двадцатых тридцатых годов По достоинству его оценили только после смерти Большой интерес вызвала выставка его живописи По его картинам создан цветной кинофильм Издан посмертно в 1968 году его неоконченный роман Единственный выход 1931 1933 годы Драма его в настоящее время пользуется огромным успехом и переведены на многие языки нисходят со сцен польских и зарубежных театров В 1985 году в Польше издано пятитомное собрание его прозы драм и публицистики Попытка Виткация создать собственный язык причем его никак нельзя назвать заумным связано с пробами синтеза художественной прозы и философии Витвицкий Владислав 1878 1948 философ и психолог автор первого польского учебника психологии переводчик и комментатор Платона переводя диалоги Платона широко пользовался современной разговорной польской речью за что некоторые латинисты упрекали его в вульгаризации у польских читателей и радиослушателей диалоги они инсценировались по радио в исполнении известных польских артистов имели большой успех Вуек Якуб 1540 1597 католический теолог проповедник и полемист переводчик Библии текст перевода был издан посмертно в 1599 году после редактирования его комиссии духовных цензоров перевод отличается ярким образным языком оказавшим влияние на язык почти всех крупнейших польских поэтов 17-20 веков В Испянский Станислав 1869 1907 выдающийся драматург поэт и художник его знаменитая пьеса «Свадьба» 1901 была написана под впечатлением свадьбы поэта Люциана Рыдаля с дочерью крестьянина из села Бруновицы Едвигой Миколайчик Третий поэт присутствовавший при этом был Влад Зимеш Тетмайер женатый на старшей сестре невесты в его доме и праздновалась свадьба Гал Гал 1801 1801 1876 поэт публицист политический деятель принимал активное участие в восстании 1830-31 годов после подавления восстания скрывался вел конспиративную работу до 1838 года в 1835 году в краковском журнале появилась статья Гощинского «Новая эпоха польской поэзии», где несколько абзацев посвящено комедиям Фредро резкая критика в адрес Фредро который после подавления восстания был противником тайных кружков объяснялась по-видимому политическими мотивами Гурницкий Лукаш 1527-1603 Прозаик историк переводчик основное его сочинение польские придворные 1566 год переделка книги итальянского гуманиста Кастильоне придворные 1528 книга Гурницкого написана в форме беседы нескольких образованных поляков об идеале дворянина Гурницкий высказывается в частности против употребления иностранных слов в польской речи но горячо поддерживает изучение языков причем не только общепринятых тогда латинского и древнегреческого но также немецкого итальянского французского дулугош ян 1415 1480 историк автор двенадцатитомной хроники славного польского королевства на латинском языке дулугош работал над нею в 1455 1480 годах между прочим он использовал в числе других источников русские летписи хроника на латинском языке была издана в 1711 году полный перевод на польский в 1961 филологи подчеркивают литературное мастерство дулугоша историки его эрудицию и кругозор дулугош бывал в чехии венгрии базеле венеции флоренции риме и иерусалиме был знаком с итальянскими гуманистами дмаховский францишек ксаверий 1762 1808 поэт переводчик критик в предисловии к поэме искусства стихосложения 1788 он упоминал Горация и Буало что я многим обязан этим великим учителям охотно признаю но так же и от своих мыслей не отпираюсь действительно дмаховский несколько расширяет рамки канонов классицизма времен Буало но для польских романтиков и такие рамки были тесны Мицкевич ценивший дмаховского лишь как переводчика илиады насмешливо отзывался о его рифмованном прозаическом трактате Домбровская Мария 1889 1965 современная писательница наиболее известное произведение тетралогия ночи и дни 1928 1934 годы роман написан в традициях реализма 19 века и представляет собой панораму польской жизни от 1863 до 1914 года Барбара Нехтиц главный женский образ романа Дружбацкая Эльжбета около 1695 1765 польская поэтесса позднего барокко поэма Фортеция Богом вознесенная пятью вратами замкнутая серечь душа человеческая с пятью чувствами была опубликована в ее книге собрание стихов духовных панигерических моральных и светских 1752 год дегасинь дегасиньский адольф 1839 1902 прозаик его повесть Бельдонек опубликованная в 1888 году вызвала резкую критику Конопицкой из-за того что писатель пользовался народным говором не только в диалогах персонажей но и в авторской речи уже в 90-х а тем более 900-х годах именно такой подход к языку ставили в заслугу дегасиньскому который оказался в этом отношении предшественником Тетмайера и Реймонда Желенский Тадеуш 1874 1941 писал под псевдонимом Бой по образованию врач в литературе театральный рецензент литературный критик исследователь полонист публицист социолог филиетонист автор биографических работ мемуарист перевел 100 книг французских авторов от Виона и Рабле до Франции и Пруста в Польше эти 100 томов называют библиотека Боя в 1939 41 годах профессор Львовского университета в 1941 году расстрелян гитлеровцами Жеромский Стефан 1864 1925 прозаик драматург публицист широко известен фильм Вайды Пепел по роману Жеромского Наленчев городок в Люблинской губернии где Жеромский подолгу жил читал лекции организовал народный театр музей библиотеку устроил в своем доме школу Ветер с моря 1922 год цикл исторических картин польского побережья Балтики от времен викингов до наших дней за книгу утверждавшую права Польши на поморье Жеромский получил государственную премию церемония посмертного награждения и похорон Жеромского перед Варшавским замком были выстроены пехота кавалерия конная артиллерия над городом летали самолеты резко контрастировала с только что происходившей травлей писателя в связи с выходом его романа «Канун весны» 1925 год Жмеховская Нарциза 1819 1876 писательница общественный деятель педагог ее повести Язычница 1846 книга воспоминаний 1847 48 и другие положили начало польской психологической прозе Большой интерес представляет сама личность Жмеховской ее ученицы в том числе Гробовская мать Желенского рисовали образ Жмеховской аскетичной подвижницы и моралистки Желенский дал другой портрет страстная импульсивная женщина бросающая вызов приличному обществу Жмеховская дерзала бросать вызов не только приличному обществу но и царскому самодержавию в 1879 году за участие в тайных кружках была арестована двухлетнее следствие не сломило ее написанные ею знаменитые показания обвинительный акт царизму ее письма дают представление об эпохе и личности писательницы Залесский Юзеф Богдан 1802 1886 поэт-романтик так называемой украинской школы друг Мицкевича в годы эмиграции малый романтик Залесский в отличие от больших романтиков не был бунтарем а народность его несколько сентиментальна тем не менее стихи его оставили след в польской поэзии они не лишены очарований Зиморович Зиморовиц Юзеф Бартоломей 1597 1677 поэт к концу жизни был бургомистром Львова в 1663 году издал книгу своих идиллий строки о табаке взятые из идиллии труженики которая построена в форме беседы крестьянского певца и земледельца Милоша и двух крестьян пришедших издалека навестить его и послушать его новые песни с курильщиком которого одурманил табак Милош сравнивает поэта отдавшегося на волю вдохновения запольская запольская габриэля 1860 1921 прозаик и драматург в 1882 1900 годах выступала как актриса проза запольской раскрывающая то что кроется за фасадом буржуазного общества проституцию повесть то о чем не говорят 1909 алкоголизм в крови 1893 и тому подобное вызвало поначалу возмущение критиков окрестивших ее произведения уроками акушерства пьесы ее среди них мораль пани Дульской 1906 год разоблачают ханжество и лицемерие добродетельных мещан Ивашкевич Ярослав 1894 1980 выдающийся поэт прозаик драматург эссеист переводчик родился на Украине учился в Киевском университете юридический факультет и в консерваторию в молодости принадлежал к поэтической группе Скамандер писатель большой культуры прекрасно знавший и восток и запад Европы русский читатель имеет теперь возможность познакомиться с его поэзией и прозой по двум собраниям сочинений восьмитомному 1976 79 и трехтомному 1988 Ижиковский Кароль 1873 1944 В девятисотых годах крупный прозаик новатор оцененный в те годы лишь немногими в двадцатых тридцатых годах выступал как критик отличавшийся высокой культурой проницательностью и глубиной суждений книгу своих статей двадцатых годов назвал «Борьба за содержание» 1929 год В послевоенные годы в Польше переизданы его роман рассказы статьи книги о кино собраны в книгу театральные рецензии которые он публиковал в 1924 34 годах в газете «Работник» Ижиковский в 1919 1933 годах был руководителем стенографической службы польского сейма по достижении 60 лет был уволен на пенсию как полагают за антиправительственные высказывания во время варшавского восстания был ранен и умер под Варшавой в Жерардове в конце 1944 Каден Бондровский Юлюш 1885 1944 Прозаик тесно связанный с лагерем Пилсудского известность ему принесли политические романы генерал Барч 1922 русский перевод 1926 и Черные крылья 1925 1926 годы где писатель обосновывал необходимость сильной власти в Польше и право сторонников Пилсудского на эту власть но в то же время в романах отражены некоторые стороны сложной польской действительности после переворот Пилсудского в мае 1926 года стал одним из столпов официальной культуры времен санации Парандовский в книге воспоминания и силуэты 1969 год пишет о романе генерал Барч что касается меня то я считал стиль этого романа претенциозным а погоня за необычностью сравнений была похожа на жонглирование и раздражала меня Кадлубек Винцентий около 1150 1223 краковский епископ автор польской хроники на латинском языке ценность хроники как исторического труда невелика филологи более благосклонны к ней особенно ценили хронику польские поэты поскольку Кадлубек собрал в хронике древнейшие польские предания Каллимах попадает на королевский двор занимается литературой кроме латинских стихов оставил книгу «Жизнь и обычаи Гжегожа» и «Санука» 1476 и издано в 1835 Каспрович Ян 1860-1926 выдающийся поэт сын крестьянина бедняка с трудом получил среднее образование сдав экзамен за гимназию в 24-летнем возрасте его университетские занятия были прерваны арестом в 1887 году в связи с процессом социалистов в 1904 году защитил диссертацию в 1909-25 годах руководил кафедрой сравнительного литературоведения во Львовском университете Кленович Кленовец Себастьян Фабиан 1545-1602 поэт жил в Люблине где в 1594 году был избран бургомистром поэма «Флиз» или «Сплав судов по Висле и по другим рекам» в нее впадающем 1595 год своеобразный поэтический путеводитель по бассейну Вислы описан путь караванов перевозивших польское зерно до Гданьска откуда оно шло за границ поэма сохранила картина жизни и быта сплавщиков флисаков их жаргон и фольклор Калантай Гуго 1750-1812 философ-просветитель политический и общественный деятель публицист диктовать Калантай имел возможность не всегда важнейшие свои философские работы он написал собственным пером поскольку это было в тюрьме 1794-1802 куда его бросили австрийские власти после подавления восстания Костюшко Конопицкая Мария 1842-1910 поэтесса писательница широко известно у нас Кахановский Ян 1530-1584 крупнейший поэт польского ренессанса раки так называли в Польше в 16-17 веках стихи перевертни в раках написанных Кахановским и Морштыном при зеркальной перестановке слов внутри строк каждая строка и все стихотворение в целом приобретают противоположный смысл у Кахановского похвала женщинам превращается в хулу на них кроме того если отрицание стоящее посредине каждой строки обособить запятыми то не обратиться в нет и смысл каждой строки опять меняется в России рачьими стихами в семнадцатом и восемнадцатом веках а позже перевертними или полиндромами называли строки одинаково читаемые по буквам слева направо и справа налево например «А роза упала на лапу Азора» Афанасий Фетт Коховский Коховский Веспазиан 1633-1700 поэт историк автор лирических стихов фрашек религиозных поэм подобно другим поэтам барокко сочетал в своем творчестве казалось бы несочетаемое «Если эпиграммы по-польски фрашки Коховского грубоватым юмором напоминают иногда фрашки Рея то польская «Салмодия» 1695-й год написанная поэтической прозой отмечена истинным полетом почти библейской мощью и в то же время отличается простотой Красинский Зигмунд 1812-1859 поэт драматург прозаик один из трех польских поэтов пророков наряду с Мецкевичем и Словацким согласно формуле имевшие хождение в Польше с середины прошлого столетия Небожественная комедия 1833 опубликована в 1835 русский перевод Москва 1906 рисует грядущую европейскую революцию к которой Красинский относился с неприязнью но понимал ее неизбежность Благодаря поэтическому гению и великолепному знанию истории и философии Красинский поднимался иногда выше интересов и понятий не только своего класса но и большинства своих современников Большой масштабностью отличается его драма Иридион 1836 русский перевод Санкт-Петербург 1904 где изображен Рим накануне гибели 3 век нашей эры Красинский Красинский Игнаций 1735 1801 поэт прозаик переводчик один из крупнейших писателей польского просвещения в России еще в десятых двадцатых годах 19 века публиковались в журналах басни Красинского в переводах Вяземского Крашевский Юзеф Игнаций 1812 1887 прозаик поэт историк критик публицист издатель написал более пятисот томов роман из шести десяти тысяч строк я пишу обычно десять дней признавался он широкой популярностью пользовались повести и романы Крашевского особенно исторические кроме того Крашевский написал четырехтомную историю Вильна двухтомную историю Литвы монографию о Рее и Красницком и многое другое Кубаля Людвиг 1838 1918 историк исследователь 17 века его исторические книги написанные живо и ярко в свое время с интересом читались широкой публикой на его а также шайнохи работы опирался Сенкевич при создании своей трилогии Кшижановский Кшижановский опубликовал опубликовал еще одну книгу Асенкевича 1966 Ле-Левель Иоахим 1786-1861 Историк Историк политический Стиль Ле-Левеля Сиадетский считал шероховатым безвкусным во многих местах темным Однако Мицкевич полагал что Ле-Левель писатель более крупный чем Сиадетский и Красиньский говорил что стиль Ле-Левеля поражает своей оригинальностью Ле-Леонартович Теофиль 1822-1893 Поэт и скульптор друг Норвида С 1849 года жил в эмиграции С 1856 года поселился в Италии где и умер Стихи Ле-Леонартовича Мазовецкого лирика были популярны у современников Ле-Эсмян Болеслав 1877 1937 Один из крупнейших польских поэтов 20 века Родился в Варшаве Долго жил в Киеве где окончил университет Опубликовал в молодости два цикла стихов написанных на русском языке Песни Василис Премудрый и Лунное похмелье в журналах Золотое Руно 1906 год номер 11-12 и Весы 1907 год номер 10 Стихи эти на фоне позднего русского символизма прошли бы незамеченными, но отдельные их мотивы предвещают, как теперь видно, неповторимый мир польской поэзии Лесмина Лехоньян 1899-1956 поэт один из основателей группы Скамандер проникновенный и тонкий лирик редактировал в то же время сатирический журнал писал фельетоны с 1931 года находился на дипломатической службе во время войны переехал в Бразилию, затем поселился в Нью-Йорке, где в 1956 году покончил жизнь самоубийством. Либерт Ежи 1904-1931 поэт жил в постоянной нужде и рано умер от туберкулеза. В последние годы жизни его религиозная лирика получила признание в некоторых кругах католической интеллигенции. После смерти им заинтересовался более широкий круг читателей. Лущевская Едвига 1834-1908 поэтесса была известна в кругах варшавской интеллигенции своими импровизациями, выступала с ними в салоне своей матери, затем в своем собственном. Взяла себе псевдоним Део Тимы, вдохновенной пророчицы из диалога Платона Пир. Любомирский Станислав Гераклюш 1642-1702 Писатель Политический деятель С 1676 года до самой смерти был коронным маршалом. Политическая проза и моралистика снискали ему у современников славу польского Соломона, удержавшуюся в известной мере и в XVIII-XIX веках. В наше время большой интерес вызвала поэзия Любомирского, особенно его лирика. Книга разговора Артаксеса и Эвандра 1683, которую цитирует Парандовский, построена в обычной для XVI-XVII веков в форме диалогов. Сравните польский дворянин Гурницкого. Но автор ее уже предугадывает жанр философской повести, характерной для европейских литератур следующего столетия. Вольтер, а в Польше Красицкий. Мицкевич Адам 1798-1855 Величайший польский поэт Тайное общество филоматов друзей науки возникло в Виленском университете при участии Мицкевича в 1817 году. Песня филаретов свидетельствует о близости его к обществу филаретов друзей добродетели, образовавшемуся в 1820 году. Оба эти общества польской молодежи были раскрыты царским правительством в 1823 году. В октябре 1823 года Мицкевич был заключен в одну из келей базилианского монастыря Вильна, превращенного в тюрьму для арестованных членов общества. Здесь поэт провел полгода под следствием, после чего был выслан во внутренние губернии России. В третьей части драматической поэмы Дзяды 1832 год именно в этой келье камере происходит действие пролога и сцен первого акта, в том числе сцены, где герой поэмы поэт узник Конрад произносит знаменитую импровизацию. Марыля так звали домашние и друзья Марианну Еву Верещак. Образ проходит через всю поэзию Мицкевича. От фрагментов первой части Дзядов 1820 где она изображена читающей модный тогда сентиментальный роман Барбары Крюденер Валерия до поэмы Пан Тадеуш 1832 1932 1932 1934 годы в первой книге которой описание знакомства Тадеуша с Зосей автобиографично. Под каморей один из персонажей поэмы Пан Тадеуш большое место занимает в поэме монах Бернардинец Ксенс Робок Мальчевский Антоний 1793 1826 Поэт Его поэма Мария 1825 год оказала влияние на всех польских романтиков положила в частности начало культу Украины в польской романтической поэзии. Дальнейшую судьбу героя поэма Мария попытался описать Словацкий в поэме Вацлав 1839 год Мнишек Гелена Равич Радомысская 1870 1943 Автор повестей из жизни высших сфер Поныне имеет читателей Моравский Франциск 1783 1861 Поэт переводчик Лишь хмель литовских берегов Строки из вступления Конраду Валенроду переведенного Пушкиным Морштин Ян Анджей Около 1620 1693 Поэт переводчик Крупный вельможа при жизни своих стихов не публиковал Они стали известны лишь в середине 19 века и с тех пор весьма популярны в Польше Строки о кофе взяты из стихотворения посвященного его брату Станиславу Морштину тоже поэт Основное место в стихотворении занимают веселые перечисления разных сортов вин французских итальянских испанских и других питых молодыми Морштинами во время их путешествия по Европе Морштин и Ироним около 1580 около 1623 поэт переводчик Дед Яна Анджия писал также прозу О его жизни известно мало Заметное место в польской литературе заняла вышедшая посмертно в 1650 году книга содержавшая две прозаические и одну стихотворную повесть Это последняя утешная история о благородной королевне Баня-Луки из восточной страны рассказывает о приключениях героя ищущего исчезнувшую внезапно жену приключениях столь фантастических что всякую небывальщину по-польски иногда называют Баня-Луками Имя королевы происходит как полагают от названия города Баня-Лука находящегося на территории современной Югославии история о Баня-Луке неоднократно переиздавалась и не лишена поэтического очарования Морштейн Морштейн Збигнев Около 1628-1689 Поэт Двоюродный брат Яна Анжия Участник нескольких войн Морштейн почти единственный среди старопольских поэтов не прославлял и не приукрашивал войну а показал ее жестокость бесчеловечность Некоторые его стихи были изданы в Польше в XIX веке а полностью лишь в наше время в 1954 году Нолковская Зофья 1884-1954 Известность ей принес уже первый роман «Женщины» 1906 год русский перевод 1907 под фамилией Ригер Нолковская Среди польских романов 20-х годов выделялся ее роман Терезы Геннерт 1924 год русский перевод 1926 под фамилией Ригер Нолковская в 30-е годы она написала роман «Граница» 1935 русский перевод 1960 ее «Медальоны» 1946 одно из самых значительных произведений послевоенной польской прозы Норвид Циприан Камил 1821 1883 поэт драматург прозаик а также скульптор живописец график в 1842 году начал изучать живопись скульптуру и археологию в Италии до 1848 года в 1853 в 1853 годах жил в Нью-Йорке письмо с описанием его комнаты датируется февралем 1854 года а затем в Париже умер в нищете при жизни поэт мало печатался и не был понят современниками поэзию Норвида открыл в 1897 году Пшесмыцкой а в 1904 году он опубликовал в своем журнале Химера его стихи целиком посвятив им весь номер интерес к Норвиду возрастал постепенно в 1960 80 годах он особенно усилился и Норвид поэт трудный малоизученный стал почитаемым классиком польской поэзии Ажиховский Станислав 1513 1566 политический писатель полемист оратор учился в Италии принял сан священника выступал на местных сеймиках против целебата безбрачия ксензов женился за что был объявлен еретиком на сейме добившись поддержки шляхты и магнатов получил условное отпущение грехов писал на латинском и польском языках Ожешко Элиза 1841 1910 выдающийся прозаик ее творчество хорошо известно русскому читателю Ополиньские Кшиштоф 1609 1655 и Лукаш 1612 1662 писатели и государственные деятели известность им принесли сатирические произведения в стихах и прозе Лукаш прославился также политическими трактатами кого из них имеет в виду по-рандовски неясно Осендовский Фердинанд Антоний 1877 1945 автор более ста авантюрно-приключенических романов а также книг для юношества описывающих путешествия по Африке и Азии книги его всегда пользовались популярностью переводились на многие языки Пасок Ян Хризостом около 1636 1701 автор знаменитых записок 1690 1695 изданных впервые лишь в 1836 году его мемуары говорил Мицкевич интересны как исторический памятник и как произведение искусства в своем курсе истории славянских литератур Мицкевич посвятил запискам две лекции Пигонь Станислав 1885 1968 историк литературы публицист эссеист автор нескольких книг-воспоминаний в том числе воспоминаний о лагере Заксенхаузен 1966 год Парандовский имеет в виду книгу Пигоня Пантадеуш Рождение Величие и Слава 1934 год Потоцкий Вацлав 1621 1696 поэт При жизни и вскоре после смерти публиковались его религиозные произведения и романы в стихах представляющие собой переводы переделки с других языков Эпическая поэма «Хотинская война» 1670 воспевающая победу над турками в 1621 году была издана лишь в 1850 году В 1907 году были изданы Брюкнером Фражке Потоцкого в 1915 и 1918 годах его так называемые притчи две тысячи стихотворений развивающих мысли латинских сентенций из книги Эразма Роттердамского писавшаяся в последние годы жизни Прус Болеслав 1847 1912 Творчество Пруса широко известно у нас многократно издавался на русском языке историко-философский роман Пруса Фараон Вокульский и Жетский о которых упоминает Парандовский персонажа романа Кукла 1890 год Шебышевский Станислав 1868 1927 Прозаик Драматург Одна из виднейших фигур польского модернизма Творчество Пшебышевского романы поэм в прозе драмы пользовалось в 900-х 910-х годах огромной популярностью в Польше и за ее пределами По-русски в 1904-11 годах дважды выходило собрание его сочинений Затем наступает резкое охлаждение критики публики к бывшему кумиру Именно эту фазу застал в 20-е годы молодой Парандовский В глазах нашего поколения Пшебышевский был почтенным пережитком писал Парандовский в 1938 году В настоящее время в Польше наблюдается интерес к личности и творчеству Пшебышевского Пшесецкий Феликс 1883 1935 поэт во львовских журналах в 1906-14 годах напечатал несколько стихотворений Песнь во мраке Варшава 1921 год единственная книжка его стихов В последующие годы составлял отчеты о деятельности Сейма для газеты Курьер Варшавский Бросив писать стихи сохранил однако добрые отношения с поэтами группы Скамандер с которыми вместе выступал в 1918 -1919 годах Рэй Миколай 1505 1569 Поэт Прозаик деятель польской реформации Стихотворные драмы Рэя Житие Иосифа из еврейского рода 1545 по форме близкая к средневековым мистериям с успехом шла в наше время на польской сцене Рэй Рэй создатель польской фражки Его юмор нашел выражение в книге «Восьмистиший зверинец», в котором верно описаны виды разного положения людей, зверей и птиц 1562 и в книге «Фиглики», шутки 1570 Мицкевич высоко ценил Рэя в своих лекциях 28 мая и 1 июня 1841 года смотрите том 4 собрание сочинений Мицкевича Прозу Рэя его книгу «Подлинное изображение жизни достойного человека» 1558 Мицкевич сравнивает с книгой Монтеня Король Зигмунд Август пожаловал Рэю деревню за перевод в Салтыре около 1546 года Рэймонд Владислав 1867 1925 Прозаик лауреат Нобелевской премии 1924 год за роман «Мужики» 1902 1909 годы Риттнер Тадеуш 1873 1921 Драматург и прозаик родился во Львове учился и жил в Вене Многие драмы Риттнера существуют в двух версиях польской и немецкой причем на польских сценах были популярны иные его пьесы нежели на немецких и австрийских в настоящее время в Польше пьесы Риттнера не сходят со сцен и с экрана телевидения переиздается и его психологическая проза Ростворовский Ростворовский Кароль Губерт 1877 1938 Драматург После смерти Воспянского считался в Польше крупнейшим драматургом своего времени Затем был предан забвению чему виной младопольская поэтика его драм а главное его политический консерватизм В 1967 году в Польше издан двухтомник избранных произведений Ростворовского куда вошли в частности его знаменитые историко-философские драмы Иуда Искариота 1913 и Кай Цезарь Каллигула 1917 Рубинович Давид Еврейский мальчик из деревни Крайно Келецкого Повята В 1960 году в Польше был издан с предисловием Ивашкевича его случайно сохранившийся дневник 1940-42 годов с потрясающей простотой описывающей будни и события тех лет Автор дневника погиб в сентябре 1942 года Седлецкий Михаил Мариан 1873 1940 Зоолог и путешественник Автор многих работ по общей биологии и биологии моря а также книг Ява ее природа и искусство 1913 Малайские рассказы 1927 Погиб в концлагере Заксенхаузен Сенкевич Генрик 1846 1916 Крупнейший польский прозаик лауреат Нобелевской премии 1905 Сенник Сенник Мартин умер около 1588 года врач ботаник составитель известного травника 1568 год перевел на польский язык историю о Мелюзине 1569 но не с французского оригинала конца 14 века а с немецкого перевода середины 15 благодаря переводу Сенника книга о Мелюзине проникла и в русскую письменность история благоприятна о благородной и прекрасной Мелюзине 1677 распространялась у нас в списках в 17 18 веках Пыпин в приложениях книги очерк литературной истории старинных повестей Санкт-Петербург 1857 год опубликовал несколько страниц русского перевода и для сравнения дал фрагмент польского текста Сенника Серушевский Вацлав 1859 1945 Прозаик в молодости был арестован за участие в тайных обществах а затем сослан царским правительством на каторгу за участие в бунте заключенных писать начал в 1884 году в Якутии где занимался одновременно этнографическими исследованиями благодаря этому был досрочно освобожден в 1894 году первые рассказы Серушевского на русском языке вышли отдельной книгой якутские рассказы Санкт-Петербург 1895 год затем включались в собрании сочинений Санкт-Петербург 1908 9 годы Скарга Петр 1536 1612 Теолог проповедник полемист с 1588 года до самой смерти был придворным проповедником Зигмунда Третьего Настольной книгой польских католиков в течение сотен лет были «Жития святых» 1579 Скарги однако в истории литературы остались сеймовые проповеди 1597 прекрасные образцы ораторской прозы восхищавшие Мицкевича стиль Скарги оказал влияние на многих польских поэтов и прозаиков 17-20 веков Словацкий Юлюш 1809 1849 великий поэт и драматург был оценен современниками лишь в последние годы жизни с годами слава его росла особенно в юбилейные 1899 и 1909 годы писатели молодой Польши считали Словацкого своим предтечей Слонимский Антоний 1895 1976 поэт один из основателей группы Скамандер сатирик филеетонист Снедецкий Ян 1756 1830 математик астроном философ писатель один из создателей польской математической терминологии книга о Калантае написанной им в 1813 году Калантае писателю посвящены в книге последние несколько страниц откуда Парандовский выбрал единственные критические строки до и после них речь идет о достоинствах прозы Калантае Снедецкий Снедецкий Йенджи 1768 1838 брат Яна Снедецкого химик врач педагог публицист создание польской химической терминологии в первом издании учебника химии он поместил словарик где дан перевод на польский язык 266 названий элементов и соединений считал своей особой заслугой и нетерпимо относился к критике введенных им терминов потомки однако учли предложенные другими поправки Став Леопольд 1878 1957 поэт Сны о могуществе 1900 это первая книга стихотворений Став еще с едва заметными следами влияния поэзии Тетмайера но книга такая яркая что она сразу же принесла Став признание в литературе Став опубликовавший с тех пор еще 20 книг стихов был одним из самых признанных поэтов Польши хотя подчеркнутая здесь по-рандовским исключительная скромность поэта порой мешала его современникам ощутить истинные масштабы его дарования в русских учился вероятно в Виттенберге и Лейпциге возможно также в Италии Вызданную посмертно в 1601 году книгу ритмы или польские стихи были включены все стихи что уцелели к тому времени от его литературного наследия поэзия Семпа отличается философской глубиной трагизмом мироощущения блистательным мастерством некоторые его сонеты не уступают лучшим из шекспировских которые Шекспир писал десятилетием позже в XIX веке в Польше начали понемногу интересоваться творчеством Семпа особенно возрос интерес к нему уже в наше время Тарновский Станислав 1837-1917 историк литературы критик эстетический и политический консерватизм Тарновского его слепая приверженность к шляхетско католической старине не позволили ему понять новаторство писателей молодой Польши таких как Тетмайер и других и в конце концов он стал мишенью насмешек тогдашней литературной молодежи Тетмайер Казимеш 1865-1940 поэт прозаик наиболее популярный поэт в период молодой Польши помимо стихов важнейшее его произведение роман «Легенда Татар» 1910-1911 и цикл новелл «На скалистом подгалье» 1903-1910 годы сыгравший важную роль в обогащении польского литературного языка Трембецкий Станислав 1739-1812 поэт сторонник просвещенного абсолютизма был придворным последнего польского короля Станислава Августа и оставался при короле лишенном престола до самой его смерти 1763 год позже пользовался покровительством польских магнатов черторысских и потоцких посвятив им свои поэмы в поэме Софиевка 1806 год описывается парк потоцких под уманью поэма была издана в 1822 году с комментариями Мицкевича Парандовский подчеркивает сдержанность и трезвость поэзии Трембецкого пришедшей на смену барокко Мицкевичу и романтикам наоборот были близки смелые обороты и необычайные сочетания автора Софиевки предвещавшие эру романтизма Трентовский Бронислав 1808 1869 философ романтик пытался создать систему национальной польской философии поиски своего языка обилия неологизмов увлечения этимологией близки поискам поэтов Красиньского и Норвида последний из них в своих письмах с уважением отзывается о творчестве Трентовского Тувим Юлиан 1894 1953 Поэзию Тувима у нас хорошо знают и любят Тшетесский Тшетесский Анджей родился около 1530 года поэт-переводчик приятель Кахановского Ажиховского Рея Тшетесскому приписывается авторство биографии Рея помещенной в книге Зерцала 1568 год Филинский Алуизий 1771 1820 Поэт драматург переводчик известен прежде всего как автор исторической трагедии Барбара Радзивил 1811 год поставлено в Варшаве в 1817 году издано в 1820 году пользовавшееся большой популярностью среди современников Фредро Александр 1793 1876 выдающийся комедиограф поэт в 1809 14 годах служил в наполеоновской армии с 1815 года пишет а с 17 года с успехом ставит во Львове и в Варшаве свои комедии к 1835 году их было поставлено около 20 после резкой критики со стороны Гощинского и других Фредро надолго отошел от литературы писал только воспоминания опубликованные посмертно в 1877 году поздние свои комедии которые писал в 1854 68 годах тоже не предлагал ни для сцены ни для печати они были изданы посмертно Хвистек Леон 1884 1944 математик философ писатель и живописец изучал философию и математику в Геттенгене и в Париже в 20 годах издал статьи по теории искусства в изданиях футуристов в 1930 41 годах профессор математической логики во Львовском университете в 1941 44 годах профессор университета в Тбилиси книга проблемы духовной жизни в Польше вышла в 1933 году в 1968 году в Польше издан посмертно его неоконченный философский роман «Дворцы Бога», над которым он работал в 1934 1939 годах Хмелевский Иоахим Бенедикт 1700 1763 католический писатель посмертную известность принесла ему книга «Новые Афины» 1745 1746 своеобразная энциклопедия, где Хмелевский скомпилировал сведения более ста авторов со времен польского просвещения книгу принято было считать, как это и делает Парандовский, символом умственного убожества непросвещенной эпохи Хмелевский до разделов. «Чарто-рысский» Адам Казимеш 1734 1823 государственный деятель, драматург и критик, меценат, в однактной комедии «Кофе» 1779 год он подтрунивает над модными женами варшавских слалонов падкими на все французское и все современное, посмеивается автор и над новомодным обычаем светского общества пить кофе Чечет Ян 1796 1847 стихотворец друг Мицкевича Шайноха Кароль 1818 1868 историк публицист писатель Шиманович Шимановец Шимон 1558 1629 поэт происходил из львовских мещан Зигмунд Третий даровал ему дворянство 1590 и звание королевского поэта писавший по-польски и по-латыни Шиманович пользовался европейской известностью как филолог и гуманист свои латинские стихи подписывал именем Симонидеса Яницкий Янициуш Янушковский Клеменс 1516 1543 Польско латинский поэт Сын крестьянина из деревни Янушкова под Жнином окончил школу в Жнине затем академию в Познане где изучил древнегреческие и латинские языки пользуясь покровительством архиепископа Кшитского который сам был поэтом а затем коронного маршала Кмиты он смог выехать в Падую где получил диплом доктора философии вернувшись в Польшу он утратил расположение Кмиты умер в деревне куда был назначен приходским священником Составление кратких биографий польских писателей Владимира Британишского Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова